Всем привет, ребята, с вами Чент, и это проект Дорогая, мы убиваем детей, семья Величко. Многие писали, многие хотели, получайте, ребята, семья Исака. Это очень и очень интересный парень, и поверьте, вам эта семейка тоже понравится. Есть один момент, что они очень часто разговаривают на украинском языке, но я буду, конечно же, для вас стараться переводить, чтобы вы немного вникали. Но вы у меня же стали немного полиглотами, и украинские уже большинство уже начинают понимать. Поэтому, думаю, ребята, будет реально интересно. Поехали! Я еще с мужем. Исаку, это 4 года ему было. Мой муж загулял. Когда мы развелись, то с ребенка что-то уже не то начало твориться. За последнее время, ребята, Исак превратился в человека, которого боятся все. Все, кто там живут. Одну я курку догнал, и убил. Я беру вела, вела, и погнал все за ними. Что он, ребята, сказал? То, что он догнал курочку и убил ее. С такой улыбкой на лице, что мне прямо страшно. И, ребята, он любит играться с вилами. Я ее так люблю, я ее расцеловать хочу. Да я за ним сгоняюсь, как на охоте за котом. Кису убил, все, она лежит. Мать моя, ребята, я... Короче, у нас здесь будет живодер всех зверей, как я понимаю. Котика завалил палкой. Насколько нужно, блин... А-а-а... Кота палкой. Мальчик завалил. Это трэш. Улюбленный занятий шека – знущатись над тваринами. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Это трындец. Хи-хи-хи-хи. Та від накерованого хлопча потерпает не лише тварами. Ніхто не заважає. Я просто в шоке, ребята. Відчинив, зачинив. Працюй, не заважаю іншим. Что? Что ты делаешь? Чего ты зараз делаешь? Навіщо? Парень реально не контролирує тебя. Сидарча. А это вы не делаете? Все, 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 все. Все, заспокоївся. А это трэш. Пришов в себе. Пришов в себе. Все, слабо. Все. Не заважай. Что це за непобага до вчителя? Навчального процесса немає. Діти ходят в биті. Батьки, звичайно, незадоволені. Ну, говорить в том, что все-таки ребенок не учиться, детей клепает, родители недовольны. Конечно, недовольны. Блин, там реально пацан просто какой-то маньяк. По животным так точно. По людям не знаю. Но убить спокойно курицу, кота завалить, рыбок выкидывать. Собака, я вижу, там реально от него страдает. Это просто жесть. Була бійка. То не такая, як звичайно бійка хлопця. А це була бійка, поки він конкретно не перемогав. И кроме перемоги, ему обов'язково потрібно було принесить дитину. Дошло до того, що він хапав ножика і бігав з ножиком. С ножом, ребята, бігал. Що він приніс дуже великі заспокійливі таблетки, сердечні, накормив дитину, набив її, напхав її в рот. Цій дитині промивали шлунок. Ёперне діата, ребята. Я понимаю, що ця семейка тож нам даст веселье. Офигеть. Нашёл деду успокоїтельні таблетки, щоб откліпати ребёнка, а потім напихати йому в рот. І в итоге то пришлося звати скорую і промывать желудок. Офигеть, ребята. Наші діти одного дня вообще не пішов ніхто в школу. Вирішено було, що найкраща форма для нього буде. Це індивідуальна форма навчання на дому. Родители вважають, що все-таки для нього только потрібно індивідуальне навчання на дому. І в школі він не може учиться. Но і вдома не все так гладко проходить. Чого ви прийшли сьогодні? Я вас звав сьогодні. Коли я буду дзвонити, аж тоді приходьте. А сьогодні, що до вас дзвонив? Чого ви прийшли? А чого ти так високу заліз? Це на мене не серце. Ми з тобою працюємо. Сьогодні працюєте? Та що за вас не можу розвивати? Ніхай їх не високну. А сонця вже нема, блин. І за вас. Я ж нічого поганою. Та встані до мене з вами поганою. Я ж тебе прийшла в чей-то, єс? Пришли з нас сьогодні чей-то. Я нічого не вирубую. Я сказав, я ж нащу. Все, малому не дали покататься на велосипеде. Все. Щас буду потерпать все. Я думаю, что учителя очень не дорабатывают. Потому что они даже не как педагоги были увидеть, что он не мною, а не такой, как все. Вы заметили, ребята? Та же фраза. Хто спринял сем'я Корниянка? Наш Валерчик. Кто виноват? Учителя. Учителя не дорабатывают. Не мама не доработала, а именно учителя. Короче, понятно, что с мамой тоже чувствуют, ребята, здесь весело. Видно, что малый такой веселый. Но я думаю, что мы поймем, откуда ноги растут. Принцес, мне цю курточку стирать. Що раз ляжешь, прибью. Иди, коли мать туда будешь ехать. Иди с того боку, приїжджай возле мене рядом. Чу чи не. Не спеши, думай сюда головой. Я говорю, до мальчика познакомлю, не девочки. Остали с нами! Сыночек, ну не позорь. Я же до тебя похороше. Я же до тебя могу нормально погулять за тобой. Я тебе мешаю гулять, да? Я тебе гулять мешаю? Да! Может мне вообще из твоей жизни исчезнуть? Да! Я перед тем, як и ты, я выпала успокоительная. Это нормально, сынок? А вот, ребята, откуда он успокоительная таскает от мамочки. Да что ли вы? Что ли вы из меня пошли в борт? Женка не намагается найти подход до сына. Какая большая дея? Ну не знаю, зачем. Ну так почитай. Все время ноет. Да знаю я! Мама не умеет воспитывать ребенка. Она знает из воспитания только отклепать ребенка. Это все ее возможности. Как поговорить, как научить, нет. А вот отклепать, да. Вот этот ремень я снимаю и бью. Вот этот ремень. Это прилично. Здесь и это. И металл есть. Вот это тоже в него летело. Все в него влетело. И она этим гордится? Это жесть. Я в шоке. Мы с ней ни одного дня не прожили, чтобы не было у нас скандалей. Желая говорит, ну ты хоть при дотиле так не делай. Все негативно. Потом десь он что-то не так сделает. Она может его ударить. Раз ударило вообще след на лице его Стаса. То есть папа образно против красотого всего насилия. То есть он знает то, что она избивает его сына. И я так понимаю, что он вообще против избиения. Но я не знаю как бы причины, по какой они расстались. Возможно мы узнаем попозже. Но они вместе не живут, ребята. Пошли, что не люди, но я вообще не встречал. Пошли, делай урок, я говорю. Временами даже отклипав ребенка, ей кажется, что этого мало. И наказание становится еще жестче. А теперь ремень с пряжкой. Это очень больно. Глазь, ты же не можешь там постоянно сидеть. Не будешь, нет? Глазь, я говорю тебе делать. Сночек, получишь больше, чем на низу. Ой, скажите. Встала. Это я прошу, пожалуйста, разговаривай со мной нормально. Там нервная система. Значит, что же я сейчас вдвоем? Мы только оборваемся, обобьемся, обвязняем отношения. Просто на глазах теряю ребенка. Да она сама виновата в том, что происходит. Реально уже видно, что ребенок немножко уже психически нездоровый. То, как он ведет себя с животными. То, что мать его клепает, как только можно. Она гордится то, что она клепала его ремнем. Палки в него летели. Ремнем с пряжкой. Понимаете, да? Пряжка, это металлическая бляха. Если взрослый замахивается и попадает, то это не то, что синяк. Это очень больно. И мать не может понять, в чем проблема. Это шок, ребята. Ну что, как и все проекты, дорогая, мы убиваем детей. Начинаем, ребята, с медицинского обследования. Исаак успокоился только тогда, когда появился уже сам врач. Да, конфеты сладкие. Прийдется відмовлятися. Диви за молоточком. Пальчиком в кинец носа над этим пальчиком. У ребенка в диагнозе видит сосудистая дистония, ожирение второй степени. Если не заниматься ребенком, все это может привести к сахарному диабету, явлению панкреатита, вплоть до инвалидизации ребенка. В общем-то, у Исаака со здоровьем не очень все хорошо. Есть ожирение, возможно, сахарный диабет. И теперь можно все-таки проверить физические показания. Мы сегодня проверим твою физическую форму. Пускайся на коврик, на руки. Вот так. Давай-давай быстрее-быстрее. Надо все быстро делать. Попробуй отжаться. И раз. Ух-ух-ух. Ничего себе. Поднимайся, мы сразу же приседаем. Давай. Все, погнали. И раз. И два. Я еще не видел ребенка в такой крайне плохой форме. Он не смог даже 10 секунд простоять в планке, не отжимаясь. Ожирение. Ничего, просто упор лежа. Это говорит о том, что у него очень слабые руки. 10 минут побегать вокруг коврика, немного поотжиматься, поприседать. И Исаак сдулся, как воздушный шарик. Самая главная беда заключается в том, что он вообще не любит активно проводить время. Я тоже люблю-любить. Садить на коврику, идти возюлять. Сейчас очень сложно подобрать вид спорта для него, потому что он вообще ничем не хочет заниматься. Но я думаю, лучшим выходом будут игровые виды спорта. Нужно его увлечь. Это сможет поднять его энтузиазм для того, чтобы хотя бы немного начать двигаться. Посмотрим, какой же все-таки вид спорта предоставит Исааку. А сейчас проверим его психологическое состояние. Здесь есть циферки. Я тебе их покажу и очень быстро спрячу. А твоя задача их запомнить в том же порядке. Ты готов запоминать? Угу. Поехали. Ты очень много цифр запомнил. Посмотри, пожалуйста, выбери все, что соответствует этому слову. Сидит. Ох ты, молодец какой. Хорошо. Быстренько на счет раз, два, три. Выбирай все, что сидит. Курку выберу. Курица сидит. Тетя сидит. Кукла сидит. Так, еще кто? Ты танкик и тревель. Все? Да. Ну, молодец. Ты не нервничай так, все хорошо. Аж перепугался. Я тебе оценки не ставлю, хотя с удовольствием поставила бы 12 баллов за то, как ты отвечаешь. Можешь ручки перед собой положить? Линейку, говорят, я бить. Ого. Положи ручки, пожалуйста, перед собой. Линейку, я бить. Я хочу. Он боится. Положи вот так ручки и закрой глазки. Психологические тесты показали, что Исаак умный мальчик. В свои 9 лет он, в принципе, мыслит очень логично. Он умеет справляться с задачами. Но что в нем есть, это комплекс неполноценности. Он очень переживает за свой результат. Все, что он знает наверняка, это он обязательно сделает что-то плохо. И будет наказан. В общем-то, мальчик сообразительный, скажем так, не глупый. Есть страхи, есть комплекс неполноценности. И впервые, когда на проекте требуется еще один психолог, который также все-таки его осмотрит. Я хочу с тобой поговорить вообще об отношении к животным, к примеру. Как тебе с животными складываются отношения. Бывало, что ты их обижал, к примеру? Угу. А что ты делал? Так улыбался сразу, хитро. Ничего. Давай посмотрим несколько видео. Ты смотри просто, да, и расскажешь мне, как ты вообще относишься к таким вот фильмам. Угу. И шо? Что, гладила? Мы сейчас посмотрим. То есть ему показывают видео, где змея убила кого-то. А ему нравится. Ты че смеешься? Видишь, какой большой жираф? А его разрывают львы. Ну, я думаю, что все ясно у него. Ты че смеешься сейчас? Исак. Как тебе эта сцена? Угу. А? Нормально. А что нормально? Там у нее не жалко. Я из-за львы в був. Ты из-за львы в був? А чего? Я тоже люблю мясо. Ты тоже любишь мясо? Угу. Это гиена. Видишь, у нее морда в крае и все. И чего? Буйвола еще живого ест. Ты что чувствуешь сейчас? Как тебе это смотреть? Мясо. Исак, покажи глаза. Страшно. А что тебе еще показать? Угу. Это будет достаточно. А что тебе хочется увидеть? Что тебе не хватило? Чтобы что? Страшно было. Чтобы страшно было? А тебе нравится такое? Да. У Исака нет сочувствия, нет сопереживания. Он скорее даже открыто получает от этого удовольствие. Он смеется. У меня от этого, честно, даже кровь холодела. Настолько это как-то пугающе. Основная проблема в том, что Исак становится жертвой постоянного насилия матери. И не будучи способным ей ответить на него, вынужден реализовывать всю свою агрессию, весь свой гнев на более слабых, на тех, кто не может дать ему отпор. Именно из таких детей получаются маньяки, домашние тираны, садисты. Выход из этой ситуации в том, чтобы прежде всего мать дала Исаку опыт любви и заботы. Меняясь сама, она будет позитивно влиять и на своего ребенка. Такие вот страшные и шокирующие факты мы узнали об Исаке. То есть, да, это, возможно, будущий маньяк, садист. Я не знаю, но судя, когда видишь, просто когда разрывают живого зверя, и видно, что он улыбается, ему это нравится. То есть, он так же само ведет себя дома, он убил кота спокойно, палка, ему это понравилось. Он убил курицу, он клепает собаку, и ему это нравится. Ребят, а это еще маленький мальчик. Скоро может так произойти, что вместо курицы будет человек, ему тоже понравится, потому что он будет доминировать. Так как мать его клепает, он не может дать ей отпор. А если он, ребята, подрастет и наберется сил, то, поверьте, он сможет дать матери отпор. И вы понимаете, чем это может дом заканчиваться. Здравствуйте. Здравствуйте. Рассказывайте, с чем пришли? Нет контакта нормального с сыном. Он не может иметь друзей, у него не получается. А он знает, что такое быть любимым? Конечно, знает. Я его жалею, я его обнимаю. У него появилось двуличие, вот я заметила. Это меня очень... и обман. Он очень лгать начинает, мне это не нравится. Ну, вы же его обманываете. В чем? В том, что вы, с одной стороны, говорите ему, что хорошо к нему относитесь, а потом избиваете его. Да. Дело в том, что я уже все источники, все информации, которые уже можно, все перечитала, пересмотрела. А что читали? Все использовала. И психологией я увлекалась тоже. Ну, какую книгу прочли? Назовите хотя бы одну. Ну, например, «Знаешь ли ты своего ребенка?» Хорошо, прочли эту книгу. Чему она вас научила? Она мне много чего научила. Например? Ну, например, чтобы я могла с ним договариваться. Как-то... Вы с ним умеете договариваться? Ну, с ним трудно вот сейчас, в данный момент. То есть не умеете еще что прочли? Ну, я... Я спрашиваю, что читали, что пробовали, что получалось? Оказывается, что читали, не помните. Довели ребенка до состояния, в котором он готов вырезать все село. И вы зря улыбаетесь. Это я довела? А кто я? Он со мной растет? Он у меня дома живет? Не, ну, видите, еще есть и отец, который тоже много чего тоже провогает. У вас есть сын. Да. Который живет с вами. Значит, поведение вашего сына – результат вашего воспитания. Отец с ними не живет. Что вы будете говорить тем людям, которые из-за вашего сына потеряют своего ребенка? Он делает все по-своему, и с криком, и с раздражанием меня это уже достает. У меня нет уважения. Пускай делает по-своему. А за что вас уважать? Вы хорошая мать? Я считаю, что да. А давайте я вам кое-что покажу, а потом вы еще раз ответите мне на этот вопрос. Хорошо. Заметьте, ребята, вот сейчас улыбку. Я думаю, что вы все прекрасно понимаете. Ей доставляет это удовольствие. Ей нравится это видеть. Вот. То же самое, ребята, мы видим в Исаки, когда он издевается над младшими. То есть животное, которых он может подавить, которых он может избивать, тому подобное. Вы все прекрасно понимаете. Вы меня уже взрослые люди. Вы понимаете, что ей это нравится. Вот это вот трэш. Вся проблема тоже опять снова, как и всегда, в маме. Мама всему голова, и вот мама вот как раз вот центр этих бед. Я скажу, что я делаю все руки, не ори на меня. Я не знаю, что я сказала. Ты же знаешь, что могу сделать. Получаешь больше, чем на низу. Ей нравится. Спокойся, не ори. Я тебе не враг. Я тебе не враг, ты че еще не? Мне было бы стидно, она улыбается. Вам смешно? Так, нет. Вы у психиатра были? Во-во. Была. Вы были у психиатра? Я была. Вот здесь справка о том, что у вас все в порядке. У психиатра, ребят, понимаете, не психолог, который работает с нормальными людьми, а психиатр. Это тот, который работает не совсем нормальными людьми. Я думаю, что вот сейчас психолог, он заметил, что у него, мягко говоря, не та реакция, которая должна быть. У меня был бы стыд, как минимум, даже если так делал, мне бы стыдно было даже смотреть. А ее доставляет-то удовольствие. С головой. Капец. Капец. Это когда родная мать избивает лежащего сына на земле и еще приговаривает, ты ж пойми, я тебе не враг. Вот это капец. Вы находите в моих словах что-то смешное? Так вы зачем ребенка избиваете? Вы пару минут назад мне говорили о том, что вы хорошая мать, и ваш ребенок знает, что такое любовь? Я сомневаюсь в вашей адекватности. Потому что вот улыбаться, смотреть на это, вы даже не расстроены. Это же истерический смех, все накипевшее, понимаете, это уже, это просто уже срывы уже. Вот у него все это накипит, он вырежет половину села вместе с вами. Ну да, он уже бросается. Вы его сделали таким. Офигеть. Анжела, вы это понимаете? Вы знаете, как ваш сын обращается с животными? Знаю. Как? Хорошо. Учуя, чтобы животных любил. Когда придет Исаак, я спрошу у него, как он относится к животным. Я думаю, вы помните, тут смотрел первую часть, как он обращается с животными. Любку вытащил с аквариума, выкинул в еду для кота, кота душит, собаку тоже бьет. А еще было такое, что кота завалил, курицу тоже убил. Вот такой пацан, хорошо относится к животным. Он не знает, что такое нежность. Потому что вы ему этого не даете. Потому что вы в течение 30 секунд с пласковых слов можете сорваться в истерику. Потому что у меня нервы уже выбросить можно, понимаете? У меня тоже все уже исчерпано. Я быстро с полуоборота завожусь. Отдайте ребенка в интернат. Нет, я не хочу. Так у вас его заберут. Мне страшно представить, кем он вырастет. Если вырастет. Хотите увидеть результат? Вашего воспитания. Сейчас ему 10. А вот каким он будет в 40. Ну, такой не симпатяшка. Вы готовы остановиться? Я готова все в себе поменять внутри. Все мышление и взгляды, и поведение. Вы готовы перестать искать оправдание своему агрессивному поведению? Да. Тогда давайте пригласим Исаака и узнаем первое правило, которое помогло вам изменить его будущее. Говорит о том, что он понимает, что он здесь для того, чтобы слушаться маму. Но не создано ее слушается. Скажи, Исаак, вот ты почему так жестоко обращаешься с животными? Я злюсь на кишку, потому что он тряпает, он меня просто заражает. Но если он его пошкряпает, то я ей даю дочь. Гоняюсь, бывает, за палкой с ней. Слушай, а если я тебе сейчас сюда кота приведу, сможешь его убить? У меня просто нет слов, ребята. А как бы ты его убил? Ну, не знаю, еще какие-то... Ну, небольшой. Как можно убить кота? Ну, если бы я его убить. Как? Ну, если бы я убить, и убить, и убить. Ты не умрешь. Ну, а чем бы ты его здесь бил? Здесь же палки твои нет? Нема. Не знаю, ну, руками. А курицу хотелось убить? Какой-то я ее взял, вот такое замучаю, питькил вверх, и она пала на землю, и сдохла. Капец. Вот результат вашего воспитания. Скажи мне, Исаак, тебе нравятся твои отношения с мамой? Вот вы с мамой друзья? Да так, с мамой не дружи. Какими бы хотел видеть отношения с мамой? Ну, чтобы ты и дружи не нервничала. То есть, чтобы она была спокойнее, да? Да. Ты здесь именно для того, чтобы вы были мирными. Но надо будет работать над собой. Выполнять правила, а они очень неприятные иногда бывают. Готов? Угу. Тогда давай узнаем эти правила. Давай. Правило первое. Нет садизму. Пришло время перестать срываться на ребенке. И уж точно запрещено бить. Вам нужно научиться общаться с Исааком без агрессии и без оскорблений. Ему не хватает вот обычных человеческих эмоций. Теплоты, любви, нежности. Тебе тоже нельзя кричать на маму. Получится? Угу. Интересно будет. У вас будет доска позора на заборе. И если вы поступите плохо по отношению к сыну, вы пойдете и напишите. Я плохая мать. Интересно. И это будут видеть ваши соседи. Правило второе. Ой, сладкий. Да. Конфликт с пирожным. Мне кажется, что есть в тебе лишние килограммы. А ты как считаешь? Мои. Ну вот. Надо избавляться. Ну, а те сладости, которые у тебя есть дома, у тебя же много дома сладостей. Угу. Да, есть запасы. Ага. Вот эти запасы нужно раздать другим детям. Думал, что можешь съесть. Готов? А тут нужно раздавать. Для того, чтобы ты не просто начал правильно питаться, но и начал больше двигаться, у меня для тебя есть небольшой подарок, что ли. Держи. Кантели. Нормально? Ну да. Ну все, каждый день, полчаса вместе с мамой. Мама, пример для подражания. Вы занимаетесь спортом. Правило третье. Красивый и крепкий. Как думаешь, ты о ком? Получится. Получится такое. Заниматься нужно теперь не только по утрам зарядкой. Я отправлю тебя на занятие альпинизмом. В случае, если вы будете нарушать правила, вас ждут наказания. Причем, что это будут за наказания, вы решите друг для друга сами. Ну что, спортсмен, готовы работать? Да. Здесь вы найдете более подробные инструкции о соблюдении этих правил. Всего доброго. Доброго дня. Спасибо. Всего хорошего. Было обидно. Я не согласна о том, что до психиатра обратиться, чтобы, ну, типа, я больна на голову. Это все выдерживает, то есть невинная система. И приходится иногда, ну, применять тоже меры какие-то особо на силу. То, что мне было сказано в мой адрес, я это очень взяла во внимание. Очень. Ну что, ребята, правила они получили. Первое утро семьи Величко. Вставай уже. Сейчас уже. Дедка уже давно на уроках. Дай ей немножко положить. Дай ей хоть поте ушко с ровной ловить. Давай пиху. Не жахай, не жахайся. Не жахайся. Это значит, типа, не пугайся. Конечно, он пугается. Ты только руку поднимаешь, он привык, что ты его клепаешь. Поэтому у него срабатывает уже защитный рефлекс, который она работает на подсознательном. Он сразу боится. Поэтому это не дело одного дня, когда он перестанет пугаться. Не бей ребенка и перестанет пугаться. Итак, мама решила все-таки ознакомиться с инструкцией и с правилами более детально. Правила. Слухай, сыночек. В ухо открой. Анжела, вы постаново взрываете на сыновей свой поганый настрой. А как же мне на тебе не взрывать этот поганый настрой, сыночек? Встаю рано, забудусь. Как на тебе после этого не взрываться, понимаешь, неблагодарный? Больше того, лаяте его за наименшую провину. Говорится о том, чтобы она на нем не срывалась, не ругала его и не матюкалась в его сторону. Все очень просто. Я батучу пережила и батучу перетерпила. Просто мне батучу пришлось перенести. А мне это надо? Да, тебе это надо. Задание еще в том, чтобы она все-таки не клепала своего сына. Ну, посмотрим, как все-таки она сможет его исполнять. Я в шоке, ребята. Ну, не понимает. Говорится о том, что из-за того, что она клепает, Исаак становится таким же агрессивным как животным. Она говорит, да, подумаешь, пусть клепает животных. Мне то что? Реально, то есть мама немножко... Ну, вы поняли. Исааку нужно научиться общаться со взрослыми. И говорится о том, что если они будут себя плохо вести, то каждый из них будет получать наказание друг от друга. Ну, в общем-то, пока Анжела дальше изучает правила, Исаак тоже зря времени не теряет. А сладкого-то нельзя. Ох, ребята, у них целый серван сладкого. Ну, по правилам это нужно все выкинуть. Либо пораздавать. Хочется это покушать, тоже я себя оставлю. Ребята, втихре от сына наша мамаша прячет некоторые сладости для себя. Хотя было правило, что дается все. Но мама хотела плевать на эти все правила. Очищаем, так что-то хочется. Исаак, вот смотри, вот это все будешь раздавать. И раздавать не хочу. Ух, блин, за тебе тебе все. А что ты ее трогаешь? Она тебя трогает? Она тебя трогает? Да. Да, кизя, кизя, кизя. Сама иди раздавать. Иди сюда, Исаак. Что ты упала? Все. Иди сюда. Блин, да возьмите ее самую нести, блин, разнось. Ну а что я в классе, блин, по всей... Хватит, уже может. По дороге падает, я не виновата. То руками держали я житко. Да, блин, а ты иди своими руками, блин. По дороге падает, значит, не виновата. Ты меня слипала, блин. Горо, блин, возьмите его. Мы вдвоем будем. Весьми его. Идем вдвоем. Пошли. Как с караваем иду. Женщина, мы вас угощаем. Пожалуйста, возьмите то, что вам хочется, то, что вам нравится. Сколько хотите, все кого возьмем. Ой, как вы ж такие угощаете, что мне все хочется. Все, берите, что вам нравится. Вот это возьму. Берите, берите. И вот это возьму. Видите, мальчик, а мы это за спорт. Чтобы он вел активный образ жизни, чтобы наоборот спортивным был. Видите, вот так толстый, да? Она унижает сына. Ну, блин, я понимаю. Исака, это неправильно. Она просто его вгоняет в депрессию. Вот смотрите, как он толстый. Вот посмотрите, как он жирный. И когда это детская психика, он понимает, и он больше все-таки забивается в себе. И вот мы вот расстаемся с конфетами, с вкусностями, да. На данный момент. У вас и дядя. У вас и дядя. Чуть-чуть. Красавчик мужик. Вот вид, может, бухает. Но он правильно сказал. Зачем ты говоришь так на своего сына? Зачем ты его унижаешь и рассказываешь? Вот мужичок. Хоть в чем-то, но прав. Как вы спортом занимаетесь? Ладно, я в школу. Все, спасибо вам за комментарий. До свидания. В школу это? Да. Как только начался вопрос из-за ее вес, так сразу. Ой, спасибо за комментарий. А что? За своей жопой не следишь, так ты решила следить за жопой сына? Все, мужчина, спасибо вам. Триндец. Здравствуйте. Вот мой сын. Он, видите, толстый. И мы с угощаем. Не-не. И что, вы даже не желаете ему, чтобы он спортом занимался? Или пускай лучше ест? Хоть занимается. Занимается спортом? Вот мой сын толстый. Я тебя знаю. Ты, блин, у меня чужий человек. Сынок, иди. Да, блин. Блин, позори. Здравствуйте. Блин, целый человек. Сына, идем в школу. Мам, ты что, ты просто не опозоришь, бля? Она хочет его еще в школе опозорить. Я не смелите, базоню. У школы идем. Я тебя знаю. Я вас знаю, я не смелите, базоню. Сынок, так как ты себя ведешь, и знаешь, другая бы мать уже давно поотреклась. Сука, блин. Исаак чувствует, что если не сейчас придут в школу, то она еще начнет и перед его одноклассниками, и перед другими детьми его унижать. Смотрите, какой жирный мальчик. И давайте пусть этот жиртрес похудеет. Я просто в шоке. Вини, дай вини! Я сейчас сдам. Подожди, давай поговорим. Не хочу, чтобы помогать, вини! Ты помнишь, что ты в школу... Все, блядь! Исаак, ты помнишь, ты в школу ходил и приносил мне сладостей со школы? Помнишь? Другие детки же в школу приносят и раздают. Я не помню, блядь, тебе. Позорить бы не буду. Мерешил, блядь, в школу, блядь. Позорить, блядь, в школу, блядь. Но это уже все. Котик нас стоит. Я в туалет дай мне жить. Я в туалет дай мне жить. Как и обещал, Исаак позбавляется солодощем. Но другой способ. Исаак решил сожрать-то все. Ну и как тебе эта еда? Нормально сейчас? Тебе вкусненько? Угу. Это ненормально, сыночек. У тебя нет силы воли. А, то есть мамаша считает, что она правильно поступала. Ну, ребята, семейка, конечно, веселая, чувство, нам попалось. Реально очень веселая. Спасибо школе. Ваше величество. Он поел, теперь можно идти в школу. Исаак, иди сюда. Исаак зрозумев, что сейчас мата продолжит знущение. Хлопец на ведрис, отмывается принимать участь в этом. Ты меня позорила, блядь, на всю страну, блядь. Добрыми делами, блядь. Я туда больше не пойду. Добрыми делами тебя позорит, да? Он боится подходить. Еще, блядь, позорит. Сынок, ты сам себя позоришь. Я думаю, вы поняли, что он сказал, да? Что он ее завалит, когда вырастет. О чем я, ребята, говорил вначале? То есть он ее не завалил только из-за того, что он еще маленький. А вот вырастет. И вместо котика будет мама. Я забочусь о тебе, а ты меня убить собираешься. Да, вот это я кормлю тебя, ухаживаю. Закнись, черт. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас всех угощаю конфетами. Скажите все громко, Исаак, занимайся спортом, она тебе полезна. А он такой крупный, сейчас он там тяжело себя нести. Ну и громко скажите, Исаак, занимайся спортом. Исаак, занимайся спортом. Я просто в шоке, насколько мама отбита, насколько она пытается опозорить и унизить ребенка. Я просто не представляю, что Исаак происходит в голове, насколько ему стыдно, страшно, и это просто трындец. А идемте, ребята, а идемте в это, посмотри, посмотрите это ему там, пожалуйста. Придурок, идут с тобой. Давайте все вместе. Исаак, есть лога, это лога, занимайся спортом. Сука, блин. Сука. Ставь сюда. Ставь сюда. Что ты устала мне? Что ты меня устала, блин? Что такое? Скотина, ты его покупал? Ты его покупал? Гадость. Это трэш. Ты его покупал? Ты его мне покупал? Скотина. Насколько нас так, видите вообще, как нас вез? Скотина. Это просто жесть. Она считает себя главнее. Она готова унижать своего сына. Она вообще не понимает, что он творит. Реально ей нужно тоже к психиатру, не к психологу, а к психиатру. И ты понимаешь, почему Исаак становится таким. То есть тут все зависит от мамы. Оказывается, я вообще своего сына много чего не понимаю, что у него внутри. Оказывается, такая гадость вылазит, что это вообще же у него такой сидит. Это жесть. Но по правилам, которые получили они в студии, если кто-то все-таки нарушил правила, либо плохо себя ведет, то они должны теперь написать это на своем заборе какие-то не очень хорошие слова. Ты меня ударила. По правилам мне не надо было бить. Тебе сказали, не бить. Поганый мать. Я сам себе все напишу. Что ты за меня больше раз пишу? Если пойду на прямо сейчас я напишу, я пойду написать про телевизион rights. Про себя и пиши, про меня не надо написать. Я напишу. Потому что ты не хочешь написать, я если сама напишу на телевизион aggravе. Исаак, ты понимаешь, что ты меня довел до этого? Ты понимаешь, что мне больно? Почему так я сделала? Потому что мне в тот момент было больно. Ты мне психователь показал. Если все это терпеть приходится мне, это все нормально. Про себя давай не пиши. Хорошо, про себя я напишу. Ну давай иду и пиши. Я про себя сама напишу. Исаак, плохой сын. Брусами, набежи! С***! Вы заметите, как она только что улыбалась. Хочется вот за это ей вмазать. Насколько это, блин, жестокий, черствый человек. Она только пытается унизить сына. Ей доставляет удовольствие. Она сама себя неправильно вела. По заданию что было нужно писать? Если Исаак плохо себя вел, пишется там, там, плохой сын. Если мать плохо вела, плохая мать. Нет, ребят, она на все это наплевала. Она унизила его, она ее довольна. Она счастлива от того, что она сынов топтала в говно. Трэш. Я это засниму на телефон себе. Только подожди, я себе на память оставлю сейчас. Хорошо? Продолжай дальше ложишь. А когда вырастешь, я тебе это покажу. Я тебе сейчас такую намолюю. Все, хватит уже. Хочу, молю. Я вот это написала, что я к тебе на белое, и что ты меня рубила. Другой бы родитель, другой бы, с другой семьи. Это бы все, не терпел. Это уже было бы наказание. Уже по голове получил бы не один раз бы уже. Я с вами понимаю, что другой родитель бы просто вообще бы клепал своего ребенка. Другой бы родитель. Но мы, ребята, находимся в семье Величко. Я вот тебе написала, что я к тебе на белое, и что ты меня рубила. Я тебе напишу, я к тебе на белое. Да что ты мне рисуешь? Что ты мне рисуешь, сынок? Что ты мне рисуешь? Зубы? Да. Какие тебе зубы. Иди сам себе стирай, сам за собой ухаживай. Понятно? Вот иди, сам за собой все смотри за собой. Да. Фотопортреты. А вот и первое, зрители. Анжелу раздражает то, что соседи обращают внимание на записи, и она решает это все стереть. Она правила теперь, не понимала, я ей написал. Боганий сын, боганий Анжел. А она взяла, стерла. Стерла. И это не по правилам. И я теперь ее дам на казоне. Взять эти гантели, пешком пойти до Богдановой горы, и подняться с гантелями на гору, потом с гантелями спускаться на низ. С самого утра Исаак пытается воплотить свой план, где мама все-таки продинамила правила, и он пытается ее отправить с гантелями вверх, по горе. Ты будешь наказание моей исполнивать. Давай так. Нам дали задание, правильно? Да. Так, как ты думаешь, на твое усмотрение? Можно я? Ну, говори. И сейчас меня не перебивай, ничего не кажи. Тебе сказали, не бить меня, не кричать. А ты это задание не выполнил. Даже тестер. Ты дивись, как я задание прошу. Первый. Била меня в школе по спине. Другая, опозорила. Не перебивай. Я слушаю, что я буду. Ты мне это смешно, да? По-третьему. Ты меня обзивала. И по-четвертий ты стерила от этой написи. Это очень большое наказание. Это нельзя стереть. Ты знаешь, как ты мне наказание будешь делать? Идешь до Богдановой горы, поднимаешься на горы, тебе на низу жду. Потом спускаешься на низ и идешь домой. Понял? Это нормально? Вот такое задание. Вроде бы нормальное задание. Ты больше провинился, сынок. Тамара тоже. Я не привинился больше. Ты провинилась. Дуже сильно. Тамара? Стерила ту фигню, блин. Наша, ты ее стерила. Нашу. Рот закрой. Сама рот закрой. Наша, ты ее стерила. Стыдно. Стыдно, блин. Стыдно, да? Да. Раздавать конкретно. Стыдно, блин. Да? Да. Стыдно, да? Да. А ты что, что он сказал, да? Сыночок. Что на заборе писать? Ей стыдно. А то, что когда она позорила Малова, ему было стыдно. Ей это доставляло удовольствие. Как только все-таки стало стыдно маме, так мама сразу же все прекратила. Я плохая мать, и я плохой сын. Короче, так. Какое мое наказание? Туда, на Болганову гору, да? С Антонемой дойти, да? Тебе, да. Просто... До центра пидешь. Ничего, потерпишь. Может, по ступеньках что-то тебе встрою идти. Хорошо. Ты потом поднимаешься, потом спускаешься вниз с гантелями. Я тебе тоже два раза встрою. Поняла? А так я пояс и ног. Два раза. Поняла? Если ты меня два раза встрою, то я тоже тебе два раза встрою. Все. А если вообще ты будешь на голову робить, то тебе встрою до Киева, будешь с гантелями идти. Я приношу туда гантели на гору, да? Ты там посидаешь раз 20 с гантелями. Понял? Руки только винути на вытяжку вперед. Понял? И спускаемся вниз. И ты несешь их домой. Вот, блин, подло, блин, зараза. Просто я тебе говорю, сынок, ты... В общем-то, мама с сыном пришли согласие с наказанием, но второй вопрос, смогут ли они его выполнить? Это уже отдельная история. Но пока Исаак ждет, он возвращается к своему любимому занятию. Сука такая. Не трой меня, тебе казалось не бить. Ты зачем кошку обижаешь? Что ты ей делал? М? Я тебя спрашиваю. Ты меня троишь. Почему ты кошка сказала, не трогать кошку? Тебе это я говорила, вот за кошку в лоб будешь положить, это стопроцентно. Ну и все. Беганта лейлисы. Вот у тебя больше, понимаешь, вины у твоей, потому что ты поломал разнос. Мне еще нужно покупать его, понимаешь? Моя вина намного больше, чем твоя. Ну? Ой, нет, твоя больше, чем моя. Не, 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 мама, ты все правильно сказала, так что от сугубой правды никуда не уйдешь. Это неправильно, сынок. Это неправильно. Слышишь, что я тебе говорю? Слышу, слышу. У меня уже руки устают. Поможешь мне нести? Если видишь, что мама тяжелая, помоги маме. Сделай вместо меня вообще. Не то, чтобы помочь, а даже просто вместо меня возьми и сделай. Нужно, сынок, если даже и наказал, нужно будет снисходительным. Немножко, знаешь, ну ладно, прощаю. Ну ладно, уступаю. С такими вашими нитьями это. Давай. Что, будешь нести вместе меня? Ага. Победа. Вы понимаете, ребята, что происходит? То есть все, тут у меня слов просто нет, вы можете сами написать. То есть она специально провоцирует, ноет, чтобы дать ребенку. И не то, что она хочет там себя пожалеть. Все, она думает, ха, есть, я его обманула, я его нагнула, теперь ха он сам несет. Это очень некрасиво. Исаак понял, что мать его обманула и почти к самой горе он сам шел с этими гантелями, хотя наказание было совсем другое. Какой ты вообще там стоишь? Идем вместе. Идем вместе. Что ты говорила, блин? Не хочешь, чтобы ты не могла на рот, так и скажи. Рот закрой. Твою мать, накрой мне ты в твоей гантели. Вот скажи, что ты здесь стоишь? Вот мы шли нормально, да? Ты мне помогала, правильно? Сейчас поднимаемся вдвоем, там лавочки. Я иду наверх. Ты просто садишь на лавочке, ждешь меня. Я даю тебе гантели. Ты поднимайся уже вместе со мной, попроседал и весело спускаемся вниз. Ну это что, неправильно? Правильно. Ну какого ты здесь видел, если делаешь скандал? Вот сейчас сиди, пока я поднимаюсь и мозгами подумай. Все-таки маму нужно слушать. Ну что, ребята, Анжела все-таки выполнила испытания и теперь находится сверху горы. Хай богу, вот это наказание. Это наказание. Ишак вырешил проверить, чи выполнила мать его покарание до конца. Победа, сынок. Спасибо, ты беспокойся за меня? Я жалко маму. 20 отехать и потом не снесешь. На, проседай-то быстрее, уже это будем возвращаться домой. Ну а теперь наказание нашего Исака. Два. Три. Вот мы правильно сделали друг другу, что такое наказание? Ты думаешь, что такого все равно ты не останавливаешься, да? Это капец. Ну что, ребята, Исак выполнил свое наказание и теперь нужно возвращаться домой. А гантели должна нести и кросс-мама, а не Исак. Я так уставшие руки. Исак, получается так, знаешь, я разговариваю, как будто с гантелем они с тобой. Ну послушай меня, Исак. Опять пытается сплавить. Сволочь маленькая. Ты поступаешь нечестно по отношению ко мне. У тебя правило самой вынести гантели. Что нечестно? Сволочь, у боже, ты нормальным ребенком. Возьми эти дурацкие гантели. Не си их, понимаешь? Спусти снизу. Тебя мама попросила нормально. Нет. Тебе нужно меня довести так, чтобы я орала уже. Била. А потом говоришь, мам, какая ты меня злая. Ты на меня орешь, ты меня бьешь, да? Там реально, ребята, машут того. И когда она поняла, что такие аргументы не действуют, ребят, что вы думаете, мама начнет делать, чтобы она действовала, как делают маленькие дети? Они плачут. Мама тоже умеет. Гантели, блин. Ой, блин, стимулятор. Давай, кого-то, гантели сюда? И все. Сразу. На. На весь черин должна орать. На весь город. Весь город должна слышать, что мы идем, да? Да как всегда, зоопарк на воле. Заходите, Ваше Величество. Департаменты ваши. Я была просто не то, что удивлена, просто возмущена. То, что он такое придумал задание, понимаете? Как будто он сейчас решает всю. Какое задание? Всю жизнь, всю судьбу, всех и все, понимаете? Сиро так вот это, я тебе сказала. Мне это, понимаете, насколько так обидно, насколько мне так это не нравится, что это вообще. Наступает ночь, и мама пытается уложить ребенка спать. Но колыбельная у мамы немножко другая. Тварь. Вот ты бачишь, сколько времени? Бачу. Вот реально. Ну вот я же каждый день тебе говорю, сынок. Вот тебе есть время, и когда ты должен лягать спать. И что, собака? Я собака спала, наверное, да? Гав-гав-гав-гав-гав, и все. Это не означает, что если я сегодня не так и не кричу, то тебе надо делать так, как тебе хочется. Спокойной ночи. Нормально. Что, ребята, Исаак пошел спать, и утро начинается с того, что Исаак отправляется на сборы по альпинизму. Он попей. Ты ж поняла, что я никуда не поеду. Капец какой-то, честное слово. За тобой я и злюсь. Что я тебе только все добро желаю, понимаешь? А ты вот сидишь, блин, как король. И опять обычные способы мамы на Исаака не действуют. Она его чуть ли не бьет, кричит, и понимает, что Исаак не хочет идти на альпинизм. И опять, ребята, слезы от нашей мамы. А спонсор выпуска – слезы мамаши. Слезы мамаши. И Исаак согласится. Это закончится все-таки скандалами, криками этими. И это – спрацовое. Исаак неспешно начинает собираться. Исаак собирается. Вот манипулятор шел. Досягнувши результату, Анжела обычно вымещает свою злисть на сыновей. Без скандала можно было сделать? Ну, что ты мне нервы вытрепал, скажи, только же. Ну, не вытрепал. Ты мог дармая залазить? Что ты мне нервы трепал? Хадость такая. Малой доволен, видите ли? Капец, блин. Ну, семейка просто, конечно, стоят друг друга. Что малой, конечно, выдает, что мама выдает. Ну, ребята, то интереснее нам будет смотреть. А вот эти маленькие, потому что я буду уже в кедах. Померяй. У тебя много проблем, понимаешь? Очень много у тебя проблем. А это плохо. Знаешь почему? Потому что ты все считаешь проблемой. Чего? А я не знаю, почему. Я не могу, я не хочу, я это делать не буду. У меня такое состояние просто врезать, оглупить. Меня достает то, что он постоянно мной пытается управлять. Я не пойму, кто мама из нас, и я, или он вообще. Не успела семья отехать от дома, и Анжела снова начинает придираться к сыну. У тебя сейчас точно хорошее настроение? Что, серьезно? Угу. Ты не жалеешь то, что я плакала, то, что ты меня доводил до такого состояния. Нет? Не знаю. Что? Не знаю. Ну, не знаю. Чего ты жахаешься? Ага, не знаю. Чего ты жахаешься? Чего ты пугаешься, а потом его клипануть? Вы понимаете? То есть, тогда вообще ненормально. Без получки. Жесть. Мамочка. Что такое? Ух ты. Ой, мама. Это мне же страшно. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте сейчас я позанимаюсь с ребенком. Посмотрите, я покажу, куда лучше вставать ногами. Вы можете смело как бы пойти погулять хотя бы полчаса. Хорошо, я подумаю от этого. Анжела не верит, что Исаак будет себя хорошо вести с инструктором, поэтому она не спешит особо покидать его. Давай туда. Ммм, мы будем. Он может быть как-то стесняется. Придя. Мы сейчас разберемся, вы доверьте ему вашего ребенка, и все будет отлично. Хорошо, я вам доверяю, хорошо, я вам даю, я через два часа подойду, и вы мне покажете, чему вы научили. И как только мама пошла, Исаак начал слушаться и работать, потому что он понимает, как только начнет работать, мама снова начнет его унижать. Ты готов полазить? Ага. Все отлично. Вот это специальная такая вот магнезия, чтобы ручки не потели. Можешь давай, макай туда. Вот сюда нужно правую ножку подевать. Давай, держись за меня. Ты вообще парень смелый? Ну, я как же. Твоя задача сейчас полностью вылезти, докуда сможешь. Сархова готова, ты можешь лезть. Давай немножко левее, вот этот угол, здесь зацепуй получше. Не-не-не-не-не, давай сюда, смотри. Ножки подбирай. У меня сейчас падает, маленький. Не, не впадает. Да поставь. Я не боюсь. Давай. Напоминаю, ребята, что Исаак никогда не занимался спортом, и стену преодолевать теперь ему очень тяжело. Хочешь так же само постраховать человека? Хочем страховать его. Не боишься? Нет. Точно? Да. Ты должен отнестись к этому очень внимательно, потому что страховка – это самое главное. От твоего внимания зависит его жизнь. Будешь держать крепко? Открути ты, Денис. Покажи все, что я знал. Тебе нужно, когда он будет лезть, вот такое дело движения. Одну веревку в одну сторону, другую веревку в другую. Повтори, что ты должен сделать. Это выбирай веревку. Давай. Смотри, смотри внимательно. Ну смотри, выбирай веревочку, загнул. А теперь повисни. Видишь, он сидит? Ты его держишь. Ручка вниз, ручки отнесет. Если ты его бросишь, он упадет. Выбирай веревочку. Ну, вроде бы не бросил. Лезь, лезь. А ты высокий, я хотел бы так само залезть. Ты его должен опустить. Хорошо. Пускать? Да, давай. Давай, потихоньку, нормально. Исааку понравилось, что тренер доверил в жизнь другого человека, и он поверил в него. И теперь Исаак с большей уверенностью полезет вверх. Готова страховка? Готова. Полезли уже. Полезли, полезли. Только смотри, без я тебя не вытягиваю, и ты лезешь сейчас самостоятельно. Сейчас, минуточку, на моменту. Молодец. Публику, ну, реально. Правильно, правда, так можно. Ой, что-то летит. А тут еще страшно. Смотри, видишь, он палец. Хоть как-то, но летит. Ага. Ну, я тебе тоже полезу. Давай еще раз. Им нужна уверенность. Не, может же, может, чего вы меня пустыкаете? Давай, это на раз. Раз, два, три. Смотри, давай до серенькой залезь. До серенькой? Да, до серенькой. И будешь молодцом. Все, давай. Давай. Полезла. Давай, 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 Стас. Все, до сереньки. До серой? Да. Отпускай. Садись на систему. Молодец, хоть немного, ребят, для Исаака это большой результат. Все, водичка, водичка. Стой, 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 стой. Давай, я тебя вышелкну. Ага, спасибо. Но не успел Исаак насладиться победой, хоть маленькой на победу, вернулась мама, которая, я уверен, сейчас все испортит. Ну, покажи, что ты можешь. Страховка готова? Ну, хоть немножко, хоть метер. Мама, ты шо, у нас пришло метер. Тихо, 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 тихо. Он сможет? Он сможет. Мама! Давай. Страховка готова? Готова. Не спеши, я вижу, сынок. Энергии у него куча. Сынок, я вижу, не спеши, я вижу. Тихо, 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 ты лезешь. Вместо поддержки, ребята, Анжела, как всегда, начинает критиковать сына. И Исаак отказывается, ребята, лезть дальше. И я его понимаю. Я вижу, что это его высота, больше он не долазит. Есть дети, которые до такой высоты не долазят. Он много просыпается. Он не чувствует, что это нужно, что это настолько серьезно, как-то это балуство. Сейчас это не важно. Важно, чтобы его физическая подготовка немножко стала выше. Тренера, мягко говоря, удивляет вообще поведение мамы. Он может понять, почему мать себя так ведет по отношению к сыну. Что ты можешь мне показать? До какой фигуры ты можешь долезть? Что ты баловаться умеешь? Я это вижу. Исаак, давай попробуй долезть до... Ты мне покажешь это или нет? Не, не покажу. Исаак, давай сначала. Ой. На первом этапе он вообще до сюда, он боялся. Но потом до итоги налазил до той серой зацепы. Хватает. С трудом верится. Это было, наверное, один раз. Все, на все. Инструктор все-таки решил проучить нашу мамашу. И я думаю, что ребята нам сейчас всем понравится. Сейчас мы покажем. Сейчас мама буду ласать. Да. Которая сильно улучшает. Предлагаем вам... Полезу, мама! Полезь, да. То есть можете пройти в раздевалку и переодеться. Попробовать хоть чуть-чуть. Давай, кривись. Попробуйте просто. Хорошо, спасибо. Я приму ваше предложение. Сейчас попробуем. Ну, посмотрим. Наш мастер спорта сейчас полезет. Держите, потому что я сейчас сорвусь. Ну, знаете, без подготовки. Извините меня. Далее, Саш, давай. Смотри, как получается. Мама со всех сил пытается показать, что она лучше его. Она со всех сил пытается показать, что он хуже ее. И всячески пытается занизить самооценку собственного сына. Ой, елки зеленые здесь. Сынок, смотри, куда. Ребенку обидно. Это клево. Я дуже багато просто лазаю. Я багато просто лазаю. Но тогда у меня не получилось же, потому что у меня все болело. Та и она глупится с меня. Мама лезла почти до неба. Надо, чтобы она упала там. А я завидую. Ну, вот ребенок говорит о том, что ему обидно. Он завидует ее. Она все-таки окунула его в грязь. Показала, что она может, он не может. Она не поддержала сына. И мне реально Исака немного жалко. О, отлично. Спасибо. А ну, а ты мамку не поздравишь с тем, что она налезла? Нет. Сука. Да ну, мам, не трубные. Вот руки Исака у меня сейчас реально болят, очень болят. Но я все равно же видел. А что ты мне трогаешься? Да ты же мой сын, я тебя воспитываю. Что ты меня трогаешь? Смотрите, просто завидует. И он это хочет, но не получается, так как у него слабая физическая подготовка. Спасибо, ребята, спасибо вам. Все. Да. Все, пойдем, сын. Пойдем. Пойдем, пойдем. Пойдем, сынка. У него не получалось, но ему было интересно, что это, попробовать, пощупать, полазить. А когда пришла мама, у него появилась какая-то злость небольшая. Провокационные реплики со стороны мамы. Я наверху, смотри, а ты нет. Ну, да. Ну, по-моему, даже если он пролез и два метра, и три метра, это уже результат. И после тренировки наша мама решила подкрепиться запрещенным товаром. То есть шоколадкой. И сейчас будет, ребята, коронная фраза от нашего Исаака. Она себе шоколадку купила? А, Нина. Сделать сама шоколадку? А я шоу робить? А шоу, мне, давайте, как она есть шоколад, я тоже, может, хочу шоколад. Это было последнюю краплю для Исаака. Пошел вон я вас. Иди сюда, да вон. Пошел вон я вообще полностью хочу видеть, уйди, вон. Пошла сама. Для меня так это ничего так отражает. Порвала бы на части, честное слово. Мама, мама, мама. Или он нитьем, или он наставит как-то будто со злостью на своем. У меня как будто нет своего личного, ничего. Я просто в шоке, ребята, от мамаши. И мне здесь просто нечего сказать. Обратно они ехали, особо не разговаривав. И что-то у нее там в голове чокнуло, и она решила немножко с сыном все-таки поговорить. Получается, чтобы ты пробовал, пробовал несколько раз, чтобы добиться хорошего результата. Конечно, результат был твоя победа. Слышишь, я тебе советую, тебе подсказываю. Ну, что ты нервничаешь, сыночек? Иди сюда, иди. Иди сюда, сыночек, иди сюда. Вот ты хороший. Ну, вот скажи, почему ты нервничаешь? Тебе подсказывай, если тебя бы что-то не получают... Сама достает. Да слюна летит, сынок. Да слюна в разные стороны, сынок. Даже если тебя что-то не получите, я в шоке. Просто я тебе даю совет. Если у тебя что-то не получать... Если у тебя что-то не получать... Я в тебя верю. Ты мне самая на лучшее. Да, ты самая на лучшее. Ты самая-самая-самая лучшая. Я в тебя верю, сынок. Ты будешь сильным, и спортивным, и хорошим, и солидным, и элементным мальчиком. Не буду. Будешь. Я не пойду никогда в себе. На альпинизме я не могу быть круты. Я могу быть тряпкой на альпинизме. Такой обуви троеч. Вот он, ребята, и говорит, что все-таки вот плоды нашей мамы. Она у нее не жала, говорила, что все-таки он ничего не может. И все, и ребенок понимает, что да, я ничего не могу. Я буду тряпкой в альпинизме. У меня ничего не получается, и никогда получаться не будет. Мама, молодец. Правильно воспитала своего сына. Мы, пожалуйста, шашки, и мы поиграем с тобой. Женка активно взяла саду справы. Разлажу. Походи. Они решили поиграть в шашки и чем-то занять свой досуг. Но получилось так, что мама начала проигрывать. И когда мама проигрывает, ребята, это ей не очень нравится. Давай так. Бой обязательный. Я сейчас вообще не буду гулять. Если будешь так казать. Давай, ходи быстрее. Несмешно. Ты лыбишься. Оба. Бей, бей дамкой. Чем я захочу, я буду боять. Все. Нагибать маму. Ну, я чувствую, маме это не понравится. У нас же должна всегда выигрывать и быть лучшей. Я все, я выиграл. У нас есть, что я выиграл. Сама кажется, умеет проигрывать. И смеется постоянно. А сама. После лыти потом ходит. Сама умеет проигрывать. И наша мама обиделась на Исаака за свое поражение. И теперь ее все раздражает, что не делает сын. Иди сюда. Иди сюда. Что ты теперь? Что ты жахаешься? Я не жахаюсь. Хотя не мешала мне врезать. Сюда. Хорошо ты читай. Сюда. Я чуть только что обратил внимание. А у них кухня и рядом ванная стоит. Ого. Прикольно. Я хочу, чтобы ты рассказал, что это Украина. Сядь. Получается, что, ребята, наша мама проиграла. И теперь решила она оторваться на сцене. Думает, Хай теперь мне рассказывает, что он учил в школе. И я буду на нем отрываться. Пусть он теперь почувствует себя ущемленным. Чтобы маму не жахаться, надо маму слухать. Понял? Да. Украина – это невелика незалежная держава Европы. Что такое Европа? Не знаю. А почему ты не учишь ничего, сынок? Ты уже третий класс пришел. Почему ты, когда человек тебе рассказывал, ты его спросил, руку не поднял? Ты сказал, скажи мне, пожалуйста, что такое Европа? Что такое Украина? Что такое вообще что-то? Читай. Не хочу. В течение времени пойти. Украина – это невелика незалежная держава. В Европе своими размерами. 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 Украина большая за такие державы. Что-то я понял с прочитанного зараз. Ничего. Ну, что ты заново. Ну, мне не будет читать заново опять. Читают. Сыночек, не жахайся. Я тебя тоже прошу. Хорошо? Не жахайся. Мне что, руками нельзя махать? Она говорит, не пугайся, сынок. Мне что, руками нельзя махать? А то, что она бывает и начинает этими руками его клепать, она в этом момент не говорит, не пугайся. Мама сама, блин, ребенка уже просто нервный тик от поднятия руки мамы. Он сразу боится. И мама даже продолжает в проекте его клепать. И он как бы небезосновательно боится ее. Вечером мама с сыном решили подвести итоги дня. Ямкой. Ты знаешь, я тебя совсем не люблю. Я же не могу. Красиво. Наказание. Какое наказание? За что, Иса? Вот скажи, за что ты мне решила дать наказание? За что? А что я не так сделала? Вперше наказание. Ну? Ты упрямилась, кричала на меня там. Ты что, вообще обалдел? Кричала другу. Ты что, обалдел, сынок? Я твоя мать. И ты мне вот так вот, вот так вот. А наказание, мама, я тебе сказала, не имеешь права так со мной разговаривать, понятно? Ты мой сын. Если я тебе даю замечание, значит, ты... Что захватит? Что захватит? Я сейчас встану и развернусь и пойду. Ну и что ты потом можешь делать? Я тебе это покупаю, я тебя кормлю, я тебя стираю, одеваю, ухаживаю. Что ты мне условия ставишь, сынок? Вот подумай сейчас своей головой, что ты мне ставишь условия? Ты не имеешь права мне ставить никаких условий. И не дергать, а прижахаться. Ты когда жахаешься, меня хочется тогда подсушин-то обрезать. Иди на заборе писать. Крейды. Я люблю мать. Я хочу, чтобы я был спокойной. И мама, чтобы была спокойной. Все. На. Что ты написал? Почитай сама. Ха, по, чо? Анжела. Хар. А це Х. А це А. Ха. Хорошая мать. А це Р. То, что написал Исаак про Анжелу, для нее это было полной неожиданностью. Потому что Исаак написал, что она хорошая мать. А вот мать про Исаака написала совсем другое. Ну, если честно, это, что написала хорошая мать, это намного больнее, чем то, что я написала. Ну, коммент. Офигеть. Просто трындец. То, что она... Вы понимаете, что она ляпает? Она пытается придереться к сыну хоть почи... Он написал, что она хорошая мать. Мне это больнее видеть. Лучше бы ты написал матюками про меня, мне было бы легче. Вы понимаете? То есть дурдом просто. А ты мне слово делал, а я тебе доберу. Красавчик. Я поняла. Она написала. Плохой сын. Да что бы ты поскорее умер? Так я написала. Я говорю, честно, что она такая написана. Хочется пойти почитать. А я написала. Анжела. Хорошая мать. А что я написала, все. Там мне уже надеяли гадость писать по стінах. Как всегда, ребята. Дети пытаются исправляться. Дети реально молодцы. А родители полные засранцы. Которые просто ищут повод, чтобы поругаться. Где написал хорош? На следующее утро мама Анжела решила устроить для Исаака праздник. Потому что ей вроде бы стало как-то не по себе то, что написала такие плохие вещи. И они отправились на пикник. Исаак, иди сюда. Не, я не хочу гулять здесь. Браво богу. Две ноги. Что такое? Иди сюда. У Исаака на самом деле очень сильно занижена самооценка. Поэтому ему не очень просто влиться в коллектив. Мы за мной не делимся общаться. Кто за мной может пообщаться, я кушаю с тустой. Кто? Тобой пришли сюда друзья, сынок. Мам. Ну иди погуляй. Я не хочу. Что, детка тебя зовут и ты не хочешь? Я не хочу выбрать, стояла, я не хочу. Исаак, у тебя не будет друзей, ты понимаешь или нет? Мам, я не хочу. Сыночек, у тебя нет друзей, ты слышишь или нет? У тебя нет друга нормально, сынок. Иди гуляй с детками. Исаак, иди за дровами. Что такое, ты мужчина? Ну ты, я муская. Иди сюда, пожалуйста. Не хочешь гулять? Иди за дровами. Анжела, ну мы же на природе. Какие могут быть обязанности? Мужские, женские? Я что-то не могу понять. Капец. Что это за слова цепляется? Что это цепляется за слова? На кухне, на природе тоже, ну... Если есть мужчина, тоже мужчина. Но если есть такие мужчины, что они ничего не умеют. Увидев, что Анжела ведет себя очень плохо по отношению к сыну, мужичок под руки решил все-таки заступиться за Исаака. Ну ты же вот даже сегодня, да ты должен ходить за дровами, проконтролируешь постоянно. Ну, как бы постоянно навязываешь именно свое, знаешь, вот то, что как бы ты это видишь. Ну, возможно, я не прав, но это так вот... Возможно, да. Со стороны. Возможно, да. Ох, святая баба. Анжелочка все-таки решила покинуть эту все-таки тусовочку, потому что ее бедняку унизили и сказали правду, что она все-таки ведет себя неправильно. А то, как она своего сына называет жирным и толстым и тому подобное, это ее не смущает, она считает что-то правильное. Мне хотелось сбросить с самого начала. Я так сколько же себя сдерживала. Я себя все-таки заставляю прогнуться перед некоторыми людьми, перед некоторыми обстоятельствами. А вот обстоятельства и некоторые люди очень редко это делают. Домой Лена вернулась не в хорошем настроении и весь свой гнев начинает спускать на своего сына. Вот она что говорит? Что ты шугаешься? Ты же сама, зараза, руку поднимаешь на ребенка. Потом ты что-то шугаешься? Блядь, я бы и сам бы врезал, честно вам говорю. Потому что ведет себя по-скотски, просто других слов нету. Готовься. Сейчас дурку соберусь. Зато, Алабрин. Блин, я тебе... Ненормально, больна на голове, надо лечиться. О, золотые слова. Вот реально, вот мамашу нужно лечиться, потому что из-за такой мамаши получается, что у ребенка потом психика не бом-бом. А вся проблема в мамаши. Идиотка, блин. Ну, надо, я никогда не верю, не зараблю, блин. С***, мама иди. Слушай, Исаак, я тебя попросила... Тойди ты, блин, на***ь! Закрой рот, это я попросила. Ты меня позоришь перед людьми, перед соседями. Я такого не заслужила. Тойди ты, блин, на***ь! Я просто с тобой... Блин, ты знаешь, я тебе сейчас такое заделаю. Тойди ты, блин, на***ь! Такая поведенка шина устаточно разлетела матер. И все, ребята, у нашей мамы сорвала клепку, и она пошла в тяжкие. В своем эмоциональном состоянии женщина совсем перестает себя контролировать. Понимаете что происходит сыночек я же тебя люблю и прикипать ты же понимаешь я добра тебе хочу ножом потом зарезать это все ради тебя сыночек ты что я штанишки те купила и клепать бля я бы сам отклипал бы под такие фразы. Понимаете я же вам добра хочу она больная на голову просто не другие слов нету пытаюсь сдерживаться и выражаться более нормативно но в это просто я тебе не враг боже эта фраза и я тебе не враг она клепает его избивать я тебе не враг я тебе люблю и клепает его. Я тебе не враг я тебя люблю и клепаю ты мой сын и я тебя клепаю ты пляха муха мне просто нет слов. У меня враг то че еще нет. Горреш как дурачок блин конченый якийсь. Вставай пошли в хату попьем чай. Люди добрые зарезти. Люди убирают. Они вас убивают люди добрые. Господи. Горреш как дурачка. Он боится и он понимает что оно неадекватное. Боже, заберите меня, Господи. Боже, убери меня, Господи. Боже, поможи, убери меня. Боже, забери. Они посмотрят, он не позор меня, вставай, пошли. Исаак, я люблю меня. Давай, пошли. А потом будем отдыхать, Исаак, вставай. Тебе плохо? Да. А что тебе болеть? Серце? Б**. Визведь скорую. Визведь скорую, 103. Хай приедет. У меня сердце болит. Хай визведь скорую, 103 просто набери зараз. Здравствуйте. Та ничего, вас это не касается. Визивайте скорую. Ворозького сентября. Теперь ходите надо. Что, вызывать? Да. Да, да, я... У меня, наверное, все-таки нервный срыв, возможно, это ночного болит сердце. Если, конечно, это не симуляция. Если приодеваться. Это возможно. Все, до свидания. Укрепала ребенка, довела его. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Что случилось? Скажи. Померите, это не мое давление. Наша жена, пицца. У него была голова заразь, и сердце болело. Сердце было? Трошечку, уже трошечки дало. А стрессы были? Была я. Зараз сердце было? Давление. Давление на сто тридцать на восемьдесят. Для ребенка, с трех низкого. Это повышенное для ребенка, да. Сто тридцать на восемьдесят. А сколько капель? Пятнадцать. Кардиограмма. У него проблемы с сердцем. Надо слухаться. Образно мать довела ребенка до того состояния, что у нее появилась тахикардия. Это очень такая, не очень хорошая болезнь. Такая вредная. Это проблемы с сердцем. Это сбои в сердце. И это может закончиться летальным исходом. Если сердце не выдержит. Мать сама доводит. А так из духа ты будешь так баловаться. Понял? А так будешь баловаться? А, баловаться. Я тебе так не доводила. Это ты себя так доводит. Мне и себя. Понимаешь? У меня сейчас тоже будет. У меня каждый день в сердце будет. Понимаешь? Себе так доводишь. И мне доводишь. Зачем так спросить? Зачем? Понимаешь? И дальше пилит. Если ребенку не станет лучше, надо показаться педиатру. В смысле, не лучше? Ну, если будут таки сами. Ну, уже улучшение все. Да. Но все-таки педиатру надо показать лучше. Понятно. В курсе меньше стресса для тела. Ей врач говорит, что нужно будет показаться педиатру, чтобы он его провел. Не надо. Ему уже лучше. Не надо ничего. То есть ей насрать на здоровье своего ребенка, это очень обидно. Но ребятам такую потасовку и крики, которые происходили в селе, прибежал и сам отец Исаака. Что там получилось? Я знаю. Что, его сердце? Прекрасно. Да. Я тебе скажу, все его концерты, что в школе он такой творит, что он дома творит, что он перед всем родственниками. Он такой творит. Я тебе говорю, ему надо, и он это смирит. Потому что он себя нервничает и других нервничает. Нет, передо мной такого на жопу, ты знаешь. Ты поставила себе так, что у него до тебя спал авторитет. Ты ему, знаешь, как то Гатю, то… А я что? Я что, что-то не так люблю? Попайся в свою жизнь, не шупай. Я сейчас буду говорить про дитину. Как только это касается только дитини, так тебе вечно что-то другое. Ты касаешься жизнью других людей постоянно. Сеня, я тебе сказала, лечиться надо тебе и твою дитину. Я одна, понимаешь? Сеня, я говорю, давай воспитывать разом дитину. Я сейчас, Сеня, нервничаю, сейчас на эмоциях. Но я тебе говорю, толковые слова. Давай заботиться про дитину. И, казать, ты не столько себе батька и матерь. Сеня, понимаешь, я тебе говорю, давай его воспитывать. Он не воспринимает. Он тебе… Он сейчас мне посылает. А через… Когда подрастет дядя такий будет, тебе пошли. Потому что ты стараешь, а он мужнее, понимаешь, Сеня? На самом деле, мамаша сама до такого момента довела. Папа правильно говорит, что он с ним как бы себя так не ведет. Мать себя так сама поставила. Сама его клепает, сама его унижает. И отец отвечает той же самой монетой. Точнее, ребенок. Он ведет себя так же само по отношению к маме. А папа как бы видно, что спокойный, вроде бы адекватный чувак. И, возможно, из этого он не живет вот с этой вот обезбашенной бабой. Серьезно, я тебе скажу прямо. В спецшколе будет она больше, чем с тобой. Ну, то даём и шлюет. Хай, хай хоть под сыны. Как это жить без батька, без матерей вот так? Понимаешь? Это ненормально. Да. Мама не будет ухать. Мама покричала, и обняла, и пожалела, и поухаживала. А вона… Блин, проте неисты, ни спать, ничего не давать. Ну, как виновата? Сеня, ты не колонное воспитание на участие. Не колонное. Доказал с ней. Я думаю, что мама меня не дуже любит. Мама хочет от меня отказаться. Ну, вот что я хотелось доказать. То есть, такие вот ссоры с ребёнком. Ребёнок понял, что его мать не особо это и любит, и она даже согласна отказаться. Поэтому, какой авторитет вообще ребёнка к матери? Какое вообще уважение к матери, когда видит, что он не нужен ей, и она готова отказаться? Конечно, он будет себя так вести, и ничего не изменится. Никакой любви там в семье нету. Я по всем бачу. В итоге в семье полнейшие проблемы, и сейчас наша мама приходит в студию, где она будет сейчас общаться с ведущим. Здравствуйте, Анжела. Здравствуйте. На ваш взгляд, так прошла неделя? Я ударила своего сына, и не один раз замахивалась. Вы попросили говорить о том, что Исаак толстый, но на самом деле хором они должны были говорить о том, что мама Исаака калечит и убивает своего сына. И она не достойна быть матерью. Вы относитесь к нему как к вещи. Я заботюсь, а он мне как-то сурово всё так как-то отвечает, и меня как-то обозревает это, понимаете? А как вам ещё отвечать? Вы понимаете, что когда я вижу перед собой женщину, которая не понимает, как воспитывать ребёнка, это меня злит? Ведущего бомбить. Я вот если и накричала, там побила, то я и пожалела. Я вам серьёзно говорю. То есть я могу сейчас вас побить, а потом пожалеть? Не надо это делать. Почему? Сколько раз говорите, что детей бить нельзя? Ну, я проложу за усилия, понимаете? Какие усилия вы прикладываете? Где результат? Ну, а что он мне в тот момент делает? Анжела! Вам нужно понять, что вы виноваты в том, что происходит с вашим ребёнком. По нём же видно, что он, видите, что ухоженный. Какая разница, во что он одет, если у него есть желание избить своих одноклассников? В новой рубашке поглаженной он будет их избивать? Или в помятой? Какая разница? А вы считаете, что вы хорошая мать только потому, что вы о нём заботитесь материально. Двое ведущего бомбануло, ребята. Редко такое бывает. И, Анжела, вот начать надо с себя. Готова работать дальше? Да. Тогда давайте пригласим Исаака и узнаем новое правило. Угу. Угу. Добрый день. Привет. Как дела? Нормально. Как неделя прошла? Ну... Ну, это, что вы задание задали, чтобы я не кричал на маму, это было очень тяжело. Это выводит же. Я понимаю, да? Угу. Если бы она спокойно себя вела, тогда легко не кричать. Как с альпинизмом? Цікаво, понравилось. Ну, мама подвела, да? Ну, да. Мама просто не очень поняла, как она всё испортила. Можешь рассказать, как мама всё испортила? Я дуже багато рази вылазив туда и залазив, у меня руки дуже сильно болели. И она сказала, покажи, до сих пор ты можешь долезти. Ну, я хотела показать, но не долез, потому что у меня руки болели, я не смог. А она насмеялась за меня. Анжела, вот ключевое здесь насмеялась надо мной. Я думаю, вы это услышали, да? Да. Что бы ты не хотел, чтобы мама делала? Пела. Кричала. Не бела. И не кричала. Ну... Да, ребят, это всё... Вы что-то новое для себя узнали? Нет. Ну, а я тоже хочу... Не-не-не, вот вы не на базаре. Обмениваться услугами не надо. Понятно, я понял. Понимаете? Да. Готовы узнать новое правило? Да. Правило первое. Настоящий казак. Ты знаешь, кто такой казак? Нет. Не знаешь? Вітаю. Здравствуйте. Вот Тарас. Настоящий казак. Вітаю тебе. Ага. Здоров был. Я усовул дитячого табора Козацька фортеця. Что знаешь про казаків? Ничего. Как ты думаешь, что умеют казаки? Не знаю. З чим они воюют? З луки умеют стрелять? Наверное. На човни ездить? Ну да. На коніверки? Да. Это всё ты можешь с нами в Козацькой фортеце? Научишься. Хочешь? Ага. Всё. Короче, в итоге, ребят, пришёл казак. Казак – это такой наш украинский символ. Раньше такие были люди у нас на Украине. Вот. И вот нашего Исаака отправляют в казацкий лагерь, где он будет всё-таки учиться становиться мужиком. Забирай Тараса и уходи. Давай. Да моло. Он в шоке. Пошли. Всё, забрали. Сейчас ваш сын отправился в казацкий лагерь. И есть большая вероятность того, что к вам он больше не вернётся. В смысле? Офигеть. Анжела, вас могут лишить родительских прав. Вот это, ребята, поворот. Вот такого тоже не было, ребят. Просто. Вот на тебе, мамаша. Держи подачу. Хорошо себя вела с ребёнком. И теперь не факт, что ты его получишь назад. Тебе лишат родительских прав и будешь теперь жить сама. Я считаю, это хорошее наказание. Офигеть. Я, честно, вообще такого не ожидал. Ваш сын отправился в казацкий лагерь. И есть большая вероятность того, что к вам он больше не вернётся. В смысле? В прямом. Это связано со вторым правилом, которое называется спецшкола для мам. Впервые за историю нашего проекта мы вынуждены были обратиться в социальную службу. Ого. Ого. На этой неделе вы вынуждены будете пройти спецшколу, которую вам проведут работники службы по защите детей. И в том случае, если они примут решение, что вы не способны быть мамой, тогда, к сожалению, вас лишат родительских прав. Офигеть. Доигралась, мамаша. Собирайте меня с сына, пожалуйста. Ты самый родной, что у меня есть. Услышьте меня. Если в результате этого обучения вы не изменитесь, и ему дальше с вами будет плохо, понимаете, какое решение нужно будет принять? Вым. 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 Вы плачете. Почему? Вым. Вым. Почему плачете? Так больно, другую переказать. Вым. 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 Сначала ребенка довела, избивала, орала, материла, а потом не стало больно. Здесь вы найдете более подробную инструкцию о соблюдении этих правил. очень надеюсь что у вас получится всего доброго у него поймать нет родного того человека близкого того у него нет всего доброго ну что ты мне лапшу на уши вешаешь доигралась мамаша ну что могу сказать сама виновата пришла на проект рассказывать что ребенок не плохой вы видели только часть то что происходит на камеру когда все-таки съемочная группа смогла это все записывать он реально ее боится вели как она клепала его доводила материла кричала я же твоя мама я тебя люблю и клепает его и это жестоко это реально жестоко и вот за что можно забирать все-таки родительских прав реально такого в проекте еще не было это просто шок после студии наша мама шедет в место где все-таки и научиться нужно быть мамой для меня это шок я сейчас настроена действительно сейчас бороться я хочу понять какая причина во мне что мне мешает по-настоящему любить сына ты его клепаешь ты его материшь ты непонятно дурочку косит понимаете но вернемся ребята к исааку исаак прибыл в казацкий лагерь и сейчас он будет здесь обживаться и учиться и так молодец пищи дать покажу где мы будем жить давай давай за мной не вставать исаак впервые оказался в таких условиях и исаак не сдержался иди сюда выйдем на вулицю исаак конечно привык манипулировать слезами но я думаю что здесь такое не прокатит додому не получится додому не можно когда закинчим табурувание до колы будешь посмехатись козыжен день тоди поедешь додому если ты будешь плакать мы працюем как козаки зі столбом привязываем к тебе понимаешь потому что это порушение будет ясно и тут не буду жить пока я вважать ему за потребность потому что когда человек что-то делает неправильно вот покарание истинует для того чтобы она зрозумела что она сделала неправильно нашему так я же не зараз тебе ставлю не хочу еще что я хочу не хочу чтобы привязывали и били а ты еще не заробил а если позихну то есть просто слезы бить чудо шо я не перший день на свете я знаю я можу відрізнити плач від позихания домовились ты все робишь по команді те что тебе кажу я я твий коренный зрозумев ты ничего не думаешь визгаля не треба ничего не тебе треба теки робить те что тебе кажут я не хочу но мне не нравится мне не нравится тебе страшно да мне не нравится ты что слабкий чё ты не знаю я не знаю как раз мы тут узнаем а я кисти как твои обоязки я киду я тебе наказую не плакать все ты припинил плакать ты не умеешь плакать взагалей обинимай никого слез не ты робишь то что я тебе кажу на то что тебе хочется разумев разумев я кажу тебе перестань плакать за м стрелимся берем речи и хотим идем вечер ну в общем то объясняю что он сказал что все-таки здесь нужно поддаваться правилам плакать не надо все будет окей не будешь себя плохо вести и то подобное привяжем тебя к столбу это наказание лет я не хочу стал будет еще не заслужил на стол но тут нужно вести себя правильно меньше думаешь делаешь то что я говорю арте захочу плакать плакать нельзя эти сказал плакание значит ты не плачешь ну в общем то посмотрим как исаак все таки справиться со всем этим я не хочу всем утра просыпаться я не хочу тут быть сидит ноет ну конечно отчасти это манипуляция он уже к этому привык владеют думать что на слезы сейчас давит его заберут ему подобное но нужно все-таки из него реально сделать теперь мужика потому что ну на мужика пока что это не особо похоже али таки похудать тебе трохи тримай правой рукой прижимай закручусь сюда в ту сторону я думаю что он похудеет с ребятами это исаак он будет разом с нами козаковать давай в лаву ты не направляющий туди по взрослому ось так да подивайся кто в тебе праворуч кто леворуч от по команды шикуй ты стоишь на это место да значит зараз идемо вечерин ну пошли ужинать ребята а если захочу теле табу позавтра то вы меня отпустите то есть и что да единое что ты будешь робить коли забажаешься ходить в туалет зрозуме да и треба попереджать пойдемте сначала в туалет потом руки помеешь хорошо ты маешь посмехатись домовились все а что обязательно посмехаться або а серьезно а серьезно будет тобин а таким тоби со 40 роки что ты хочешь будь серьезным тишу не туда ходи улыбайся из-за того что исаку сейчас некомфортно и он находится в новом окружении ужинать он почему-то не хочет искать наказую тобі исти я не хочет приказ я не зрозумев ой боже наступный раз ты будешь завтра вранцю так подивись а лекти забери зі столом поюжать плов там будем бананом раджу тобі прихватить бананчика с тобой я не хочу кто хочет банан дай ему банан молодец ну бачу перший козацкий вчинок поделився с обрати ма а шо тобі казал шо тобі казал шо ти плакати все ти ж не плачеш думав ось молодец что он сделал ребят только что то есть он сказал что есть не будет окей он помог ему найти хоть какое-то взаимопонимание с другими ребятами окей ну чтоб он просто на столе этот банан не лежал что он не хочет его есть возьми банан дай друг другому чтобы он тебе был благодарен то есть так появится в какая-то связь с человеком он поймешь что ты там сделал для кого-то хорошую вещь и это большой плюс потому что реально у него друзей нету и в этом большая заслуга его мамы я готовлю закиньте вставки подяку за цежу я вселяю нас силу витривались томить наступил вечер и ребята вечерние гулянки и из-за того что его все-таки вожатые поддерживают исаак тоже начинает работать но из-за того что исааку удалось все-таки разжечь огонь Он получает звание казака Будет у нас Исаак Вогонь Все согласны Мне не нравится, что меня назвали Вогнем Вогонь, вогонь, вогонь Пожар я умею строить На маленько нормальный вогонь Вогонь, я не мягкий, не вогонь Ну хипа годка там Исаак еще не привык к новому месту И ребята начинают свою старую песню Снова плакать Після такой науки хлопец швидко заснул Адже на слезы у него уже не лишилось сил Все, ребята, поработал, можете спать Сразу попустила Вернемся, ребята, к маме Анжеле Она приехала в место, где нужно научиться быть нормальной матерью И изменить свое отношение к сыну Сегодняшний день вы проживаете у нас Здравствуйте С вами проживаю Людмила Наша клиентка Схожа життевая ситуация с вашей Ее відмінність, певна Ну познайомитесь, це обсудите Я вас залишаю С нашей мамашей будет теперь жить женщина, у которой также есть внук Она его избивает, кричит на него И теперь она тоже проходит здесь медицинское обследование И пытается стать лучшей бабушкой для своего внука С ребенком весь? Да, я с мальчиком 12 лет ребенку У меня внука я воспитываю Такая же ситуация, насилие в семье было Мы сюда пришли И тут я проживаю уже полгода Как вы думаете, что вам здесь могут еще помочь? Мне помогли понять ребенка Я не могла с ним найти общий контакт Я с ним конфликтовала Мне объяснили, что причину надо искать мне самой И я нашла причину себе Теперь у нас с ребенком отношения налаживаются Он меня стал тоже понимать Он стал меня уважать Он стал понимать, что когда я болею, что мне нужна его помощь Что когда ему плохо, я ему могу помочь Если ты этого захочешь Ты переборешь себя Поймешь своего пацана Вот так будешь Здравствуй Вот это вот мой внучок, с которым я тут проживаю С которым мы конфликтовали А тебе как здесь? Лучше стало? И бабушку ты, ну, начал лучше любить и понимать Нет, я ее всегда хорошо любила, понимала Ну а сейчас как ты к ней относишься? Лучше, чем я к маме? Да? Ты стала лучше к маме относишься только потому, что Ты больше с ней начала время проводить? Да Молок вот такой затюканный У нас кастрюли есть Вот это ты можешь брать, любую кастрюльку Это общее? Да Пока Анжела пытается все-таки освоиться на новом месте К ней пришел гость, психолог Я приехал, чтобы позаботиться о тебе и тебе помочь Хорошо, я тоже рада Ты пока особо не расслабляйся Потому что, возможно, эта радость повернется сейчас в совершенно ином ключе Изменения, как ты знаешь, не всегда приятны Значит, если я про это, значит, я сделаю это осознанно Окей, пошли Пока наш психолог дал задание нашей мамаши, он пошел готовить для нее сюрприз Такое я делаю впервые У Анжелы есть ее правда Ее представление о том, как надо правильно любить Я хочу, чтобы она поняла, что может чувствовать сын Когда его унижают Когда его любят таким способом Рецепт настоящей любви Для этого мы возьмем куриный помет Запах, могу вам сказать Даже от этого комка Невероятный просто Куриное говно И что это будет? Джоечка, дорогая Нет! Да! Да-да-да-да-да! Нет! Что вы делаете? Таким образом я тебя очень-очень люблю Да грязно, зачем я так сделаю? Анжела Забота и любовь иногда оборачиваются вот такими ощущениями у твоего сына Я это уже поняла Анжела, у тебя есть 20 минут, чтобы отмыться, собраться И мы с тобой поедем на ответственное задание дальше Вперед 20 минут, Анжела Показал любовь Нормально В куриный какашка У тебя есть 20 минут, чтобы привести себя в порядок Время пошло Анжела, пожалуйста, сейчас не разговаривайте сейчас со мной Пожалуйста, вообще Пока наша мамаша отмывается от куриного говна, вернемся к Исааку Табер Побудка Один Два Отъем Три Четыре Пять Шесть Чекуемся по наметах Исаак, конечно, не привык просыпаться в 7 утра и поэтому, конечно же, он вышел последним О, все, Исаак, ты тискайся 10 разив, вот ты так заснешься Один Два Три Двесемь Девять Десять Давай, все Исааку, конечно, было неприятно отжиматься и быть последним Но заплакать теперь он не может при всех, потому что это будет стыдно Вот, значит, зараз 10 хвилин на туалет И только когда Исаак все-таки оказался наедине, он дал волю своим эмоциям Но не успел Исаак все-таки угомонить свои таланты и его ждали первые испытания Значит, я там стою, даю команду Выиграет тот, кто первый торкнулся в моей долоне Кто програв, 10 раз вытискает Замість зарядки юные козаки мают подолать смогу перешкод Круто Исааку перша бере участь у таких змаганьях, тому проходить він їх досить своєрідно Давай, давай, давай Необычно оползет Давай Молодець, ты старался 10 раз вытискайся Все втомились, и я втомился Отжимайся, усталость тут не влияет никак Все, уже делаешь, ребята? Три, четыре Хоть как-то, но делаешь Исаак, руки сгинай, а не таз Вузо підніми до гори Так, первые попробования мы прошли Если падаете, начинайте заново Вставай на новую, выпрямляй Готови? Почали! Почали! Ой, мамочка Давай в огонь! Заново! Огонь давай! У них крикута огонь И боюй не чувствовать Я не могу! Я не могу! Давай, 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 давай Все, 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 все Вот так, молодец Все, есть Вась, обоявся спочатку, не страшно И ребята, Исаак даже наказание уже сам исполняет сразу же Отжимается, не надо же ничего просить Заметные изменения Было, что за меня хлопцы болели Смога перешкодь, мне все было тяжко там Особенно ногами ходить, мне не понравилось А я там в том лягусь Что я хочу додумать? Хоть Исаак вроде бы говорит, что устал Он скучает за мамой А аппетит у Исаака появился Но после завтрака для наших казаков есть новое испытание Зараз мы идем учиться ездить на казацких човнах Пойдут на лодки, ребята Я уже бачим И переверим эти знания на воде Ну что, ребята, сейчас будут учения на лодках И я думаю, что это будет очень даже интересно Раз, два, три В часах, да, раз, два А что это у него? Я встану тут, чтобы ты не текал Да тут не глибоко, а тут тебе по колону Далее трохи выйдем Нырнул Улеся, тебе сейчас Нище возьми Еще нище Все Еееееееееееет Контакт Супер Ну, ему весело Давай, давай, грибы, грибы Исаак плавал, плавал и доплавался Итак, давайте сначала начнем с мамы Маму перед этим облили куриным говном Чтобы она поняла, как это выглядит, когда она сына клепает, а потом говорит, что она его любит И сейчас будет следующее испытание Ну, давай, ты меня боишься уже? Это хорошо Давай пихо, ты жахай, не жахайся Ну, знаешь, в чем проблема? В том, что вот если есть страх, отношения у нас вряд ли сложатся Доверия нет Нет доверия Я все слышу, все понимаю, но доверие подпускать больше двух метров я не буду Есть ли у тебя доверие с сыном? Или у него к тебе? Нет, конечно Поняла? Мне все прекрасно, конечно, отлично Отлично, мы сейчас будем ехать на следующую локацию У тебя будет время побыть с этим, подумать Свалка мусорная Не похоже на свалку реально Причем здесь мусор? Я здесь лица не буду Потому что, во-первых, мусор выбрасывается и больными людьми и тому подобное Это вообще не нужно Больными, да? Угу Разными Ну да 15 минут на то, чтобы в этом мусоре найти что-то прекрасное, что могло бы вызвать у тебя позитивные эмоции И обрезаю Угу Так же и с людьми Судишь по первому впечатлению, не признаешь их ценность, они кажутся какими-то все вообще неправильными Не пытаясь побыть с ними, заглянуть внутрь их и понять вообще, в чем их на самом деле и позитивные качества в том числе Мусор – это люди Да И я не вижу в этих людях ничего такого Кошелка, она порванная Хорошо Человек потрепанный Вот, молодец Я вижу вот это Я хочу действий Я могу доделать Я хочу действий Это человек, которого еще можно исправить Можно рассуждать, а можно начать делать Твою мать Мне очень было трудно по поводу мусора этого поймать Это шок Я думала, что в тот момент я просто провалюсь сквозь землю Такой гныли, запах гныли, что это вообще И что мухи эти, мусорка лазать и потом по мне Ну, это дергало прилично Я так посмотрела, но промолчала Что она ищет? Да, отлично, смотри А туда В гущу событий Ручки марать не хочется, да, Анжела? Хочется так все аккуратненько, чтобы все, да, не запачкавшись Да Понятно Я знаю, если честно Нет, получается Нахрен ее Это нездоровый человек Ну, покажи Ух ты, слушай Неожиданно Ну, это действительно прекрасно Но А что до этого было? Жизнь, ты понимаешь, да, она состоит не только из неодушевленных предметов Есть еще люди У которых тоже, может быть, не очень красивая и ароматная оболочка Но интересная и прекрасная душа Я это прекрасно знаю Анжела, у тебя есть 15 минут, чтобы пообщаться с этим человеком И найти в нем прекрасное За что его можно уважать Этого человека? Да Это мне нужно узнать За что этого, за что человека это можно уважать? 15 минут, да, да А что вы делаете здесь? Работаю я здесь Все нашел, то мое Знаете, какая ваша причина? Она тоже есть Алкоголин Капец Задание было какое Пообщаться с человеком все-таки Понять, что в нем есть что-то хорошее Что, возможно, у нее была судьба, а не легкая Что он может быть добрый Что он старается Она к нему приходит Знаете-ка, ваша проблема? Говорит, какая? Алкоголизм, блядь, ты алкоголик Господи Какая же мамаша отбитая Начиналось не с этого Закончилось с этого Зачем мы начали пить? Так как-то, наверное, из-за ненужности Из-за невостребованности Если так сказать Вы сейчас часто пьете? Все, что вы зарабатываете, вы его пропываете, правильно? Можно встречный вопрос? Можно Да, а как вы здесь оказались? Забросила жизнь Как? Сюда? Да, крутой поворот жизни Вот так вот, знаете По вам не похоже Скажу вам сразу, ребят Мужик вообще не похож на алкоголика Вы, наверное, со мной согласитесь У всех, наверное, все видели бомжей В основном, которые пьют Они запухшие, пьяные, разбитые морды А этот чувак выглядит вполне нормально Я бы не сразу сказал бы, что он бомж Если бы не оказался на помойке Поэтому На алкоголика он, если честно Не особо-то тянет Алкоголики И отбитые люди Которые даже бомжи Они выглядят немножко по-другому Этот вроде бы Неплохой мужичок Возможно, его как-то жизнь как-то по-другому закинул Возможно, его обманули С продажи квартир Возможно, вообще его выселили Реально Есть люди, которые незаслуженно попали Они не пропили свою жизнь А она все равно называет его алкоголиком И говорит, что Это его проблемы Жесть В смысле? Че у меня, смотрите Ну, это понятно С мусора тоже так, как и вы подобрали Что ты можешь дать Другому человеку? Ну, что я могу сейчас этому человеку дать? Вот, да, этому Во-первых, я сейчас нахожусь где и как Вот логика, если Что я могу? Смотри, ты автоматически Многие вещи осуждаешь Попробуй еще поблагодарить за что-то все-таки Кого? Как зовут твоего собеседника? Я не знаю А вот как? Вы даже не познакомились? Нет Юра, Юра Я знаю, как все люди попадают По разным причинам По тупости и по грубости Ничего нового Анжела, ты даже не смогла Вступить в диалог с человеком Ты не представилась Какая она же стопа Ты не познакомилась с ним Ты не узнала его имя Ты сходу начала учить его жизни Человека, который старше тебя Не узнав его историю А знаете что? А вот так мне и совсем не нравится А я говорю, серьезно И я серьезно Я советы слышу Ну, просто сама делаю Выбораться, принять этот совет Или не принять Ко мне подход совсем другой С нежностью, лаской Вот такой подход, понимаете? К какой нежности Ты меня просишь? Ты откровенно, жестоко По отношению к своему ребенку Научись быть нежной По отношению к нему А ты занимаешь позицию Святой Который знает, как жить И поучает всех вокруг Если не поняли Анжела Ты осознаешь, что ты садистка? Что ты... Нет Ты откровенно, жестоко По отношению к людям Да Мамаша, конечно Выдает Реально жестокий человек Непонимание Ни сожаление Ничего Сопли Показуха Меня что-то выбесывает Ребята Просто Бриндец Это постановочный Плач Знать Типа Вот мне больно Пожалейте меня Душа такая Гнилая Что просто Капец Они уже на кладбище? Анжела Какой опыт ты из этого вынесла сегодня? Велится верно Высокомерно Ко всему отношусь Своему сыну я тоже была очень древняя Я дура Какая дура Ты сейчас себя опять начинаешь казнить Ты попробуй вспомнить этот опыт Когда ты стояла вот так вот тоже Я тебе что-то говорил Ты ничего не понимала Побудь с этим сегодня Чтобы в следующий раз Когда у тебя возникает этот импульс Ты могла бы вспомнить свои переживания И спросить себя А хочу ли я, чтобы он это чувствовал? Ну что, пошли Ну честно сказать Она не особо, мне кажется, справится Потому что, ребята Вот эта вот семейка принимала участие В проекте Где была семья Корниенко Наш Валера Кто не смотрел То посмотрите И вы Кто смотрел Тот помнит Как она общалась с Валером Когда поменялись они детьми Наши главные герои И она тоже там Ты бери, убирай там Делай все там Я сказал, а я главное Здесь то же самое, ребята Прошло время Возможно, будет пытаться Меняться на камеру Но, как говорится Человека не исправишь Но давайте вернемся все-таки К Исаку И к его проблемам Чувствуешь? Короче, давай сейчас векна Пидешь помогать мне И чинять Открывать окна Все А что за окна? Все, пошли А вот и окошки, ребята Которые в палатке Исак перейнял Найголовнейшую Козацькую мудрість Менше разговаривай Больше роби Исак, что ты мухлюешь? Я не зрозумів Что ты губами шевелишь? Что думаешь, я с двух метров не почую? Думаешь, ты загубился Серед інших? Я не побачу, что ты робишь Точнее, не робишь Николи не думайте, что вы между іншими И уже не маете никаких обязанностей Бо вы где-то загубите Навпаки На фоне інших Еще больше видно сутність люди Больше выражаются И хорошие, и поганые стороны Ну, в итоге сказали, что Исак Не махлюй, все поют Ты молчишь и давай паши Я тебе все за тобой слежу Разуміли, Сак? Да А сейчас задание будет у наших ребят Нарисовать свой флаг Флаг своего ордена Можете намалювать себе там на човне Або себе там на веже На, будешь такой малювать Ставим, знали, прям малювщик Твоя сейчас стоит малювать Драко, драко Ты бачишь, что ты конфликтуешь Что он тебе сказал, чудо? Коренные, не разобравшись в справе, покарав Назара Чем дуже потишев Исака Говорится о том, что все-таки он не понял, что произошло И наказал совсем не того Кто этого заслужил? Исак доволен, потому что он вышел сухим из воды Все фарбы Назар решил не прощать такое поведение И испортил ему рисунок Блин, Назар Давай я тебе сейчас наберу сюда водички Не голодь ввели Блин, задолбавьте меня Все, понял? На, чтобы я все равно знал Подивлюсь, что вы намалювали Это он! Это он, вы Бог малювали А он такой взял воду и перелив Половину прапора маешь ты намалювать Половину ты, ты, понимаешь? Я взагалі просто хотел взять, вору зачепила Специально зачепить, а ты до меня не чепляйся Я тебе что мовить? Да если ты хочешь, то мовчите все Правда, Исааки и Назаровы малювали головный прапор Это ваше завдание было Значит, сейчас Идем в едущую, на столе выкладываем Хай подсыхают работы Чтобы вы не брали себе в корень Ну, у Исаака, конечно, там не все так гладко Он ругается Он находит конфликты со своими сверстниками Но сейчас переходим к нашей маме Анжеле Ты имеешь представление, где мы находимся сейчас? Детский дом Это не просто детский дом Это специальное учреждение, куда попадают дети Родители которых или уже лишены прав на ребенка Или находятся в процессе судебном лишения этих прав Я хочу, чтобы ты встретилась с этими детьми Чтобы ты посмотрела им в глаза Чтобы ты поняла, что они чувствуют Когда попадают в такое место То есть разница от обычного детского дома в том, что с этими детьми себя плохо вели То есть не то, что у них не было родителей А то, что их тоже избивали, плохо вели и так и тому подобное То есть вообще не следили за детьми То есть у этих детей немножко жестче Это учреждение обслуживает как раз тот район, в котором живешь ты Поэтому есть все шансы, что твой сын может оказаться тоже здесь Я тебе еще раз говорю, что это не шутки По мне видно, что я отношусь так шуточно Ты готова? Угу Пошли Смотри и делай Это такая зона для повседневной жизни Здесь кушают дети Смотрят телевизор, играют Здесь у них, смотри, какой класс для уроков Это очень больно Я знаю, чтобы он здесь очень был одинокий Но я так в школе и ждал меня Когда я его заберу Вот, как тебе? Своему сыну я такой жизненно желаю Даже если он здесь окажется, ты видишь, условия, в принципе, неплохие Все равно, нет материнской нежности А у тебя эта нежность есть? Есть, уже есть Пойдем, Анжела, я покажу тебе, где дети спят Здесь они спят Ну, как тебе обстановка? Отдала бы сына сюда? Нет, серьезно, честно Не хочу, не доведи Божия Серьезно, мне его очень не хватает и сейчас Я очень соскучилась, хочу к сыну Им, я знаю, тоже не хватает, чтобы я его обняла В данный момент он тоже скучает, я знаю Воспитатели для Анжелы подготовили задание, которое она должна все-таки выполнить Я вам хочу представить Анжелу Она сегодня будет помогать Светлане Юрьевне Ваша будет задача провести это занятие с элементами тренинга По общению Как нужно общаться? Я вам вешаю сердце Когда дети будут говорить, что эмоция негативна, вы отрываете кусок сердца Вы поняли, да? Розповедь, это один день из жизни детей, очима детей Микола, быстренько вставай, обормот Чего развалился? Ты что, маленький? Чи не знаешь, что нужно уже прикидаться? Вставай, Ледарю, ты должен уже встать Детка уже давно на уроках Да все Давай бегу Ты жахай, не жахайся Які эмоции, детям? Фу Ты брешешь мені, как твой датько Все поприбирай, а то, как на лупцюю Які эмоции, детям? Какая эмоция плохая Снова тревает кусок Ты неблагодарный бездар У всіх діти, як діти, а мені дістався ти Я сказав, пошли делать уроки, не ори на мене Я так от наслужила, твоя мама все-таки Ну и под конец этой всей программы Сердце было полностью разорвано Чтобы уважение вернуть, чтобы мне посоветовали Чтобы ребенок доверял родителям На самом деле хороший вопрос Потому что эти дети знают, что нужно ребенку Потому что они тоже испытывали Насилие в семье, маты и тому подобное Не бить, не кричать на него Надо просто ласковыми словами ему объяснить Дети, как правило, всегда проговаривают, что они хотят Просто взрослые редко это слышат Заняты своими проблемами Если бы вы были в такой ситуации И мама просто хотя бы попросила прощения у вас Вы бы уже изменили свое отношение к маме? Да, еще давно Еще давно Давайте подведем итог Я с удовольствием посмотрел за вашей работой Но мне хочется услышать Анжелу У меня очень было важно их мнение Как они это чувствовали Чтобы действительно наши отношения возобновились И стали по-новому Все-таки, как говорится, с чистого листа Ну, хочется верить, что что-то изменилось Он тебя научил визит в это место Где были эти дети Мне кажется, на тебя оказало влияние Еще эта работа с сердцем Это сердце Мне напоминает сердце моего сына Как ты думаешь, может ли он тебя простить? Судя по тому, что вчера склали дети То я думаю, что да Дети могут простить А умеешь ли ты прощать? Простила ли ты А тех, кто оставил шрамы в твоем сердце? Ну, там в шрамках такие раны Что очень большие Разбиты у меня Я полностью была просто очень разбита Отец пил Ночью поднимал По стройке смирно ставил И цеплялся Хотелось уйти из дома как можно быстрее Я вышла в 19 лет замуж Когда я жила еще с мужем Он меня бил Когда я беременна ходила Бил меня, избивал, бил и гулял Изменял Можешь ли ты сказать искренне и глубоко о том, что ты этих людей простила? Нет Ты до конца еще не отпустила эти обиды и боль Которая связана с этими отношениями Когда я страдаю сама Мясо После доследжений Головная причина агрессивной поведенки хлопца Поляга в его выховании Весь час мати бьет и принижает хлопца Такое поведение именно из-за мамы Сколько раз говорить, что детей бить нельзя? Я пролежу за усилия Какие усилия вы прикладываете? Где результат? Ведучий вырешил раз и назавжди Ведучить женку от агрессивной поведенки Сегодняшний день вы проживаете у нас Анжелочка, дорогая Анжела, таким образом я тебя очень-очень люблю Пожалуйста, не разговаривайте сейчас со мной, пожалуйста Есть все шансы, что твой сын может оказаться тоже здесь Не доведи Боже Ты откровенно, жестоко по отношению к людям Ну, в общем-то, мы смогли вспомнить, что вообще происходит в этой семье И сейчас вернемся к Исаку И там у нас главное испытание Початок мы оголосили Тарунко Мы поделились на две команды Одна команда будет защищать нашу фортецю Другая команда козаков, они будут штурмовать эту фортецю Что будет происходить? У нас есть два замка утрированных Одни нападают, другие защищают Все очень просто Я готова к войне, да Важатый вешает ленточки на руки Если ленточку одну сорвали, то у тебя полжизни нету Если сорвали другую ленточку с руки, то ты проиграл Если вона порвана, эта строчка, то это уже взорвано Повжизни нету Если другая взорвана, то уже смерти Вам нужно або човен потопить Або прапор забрати Або всех знищить То есть взорвать 7 строчки на човне Потопить, либо сорвать Либо забрать флаг У Исака, конечно, нету этого командного духа Он больше борется не за команду А чтоб самому не пойти на дно Из-за того, что Исак боялся и ничего не делал Команда его проиграла Апидзеокоменди не зміг пробачити новачку неспортивної поведінки О, 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 ты что делаешь? Она боялась, что тут не сорвновался Че ты боишься, кажи? Тебе самое легкое завдание – взяти их поливать Боишься води, чи что? В своих бедах кого-то и ничего звинувачиваешь, кроме себя Я боялся, я на воде боюсь, я воде вообще боюсь Я на лодке вообще не зражался Відро было важкое Моя жизнь одна пропала Мене Назар улыбнили, і мене дали попи Він в сердце, що ми проіграли А так і їм треба уміти проигрувати Мені мама так кажу завжди Він читає, що треба уміти проігрувати, я не спорю То есть вешаться такая вот финтиклюльна на голову, если попадает, то она засветилась Ну і всяко своя тактика ведення боя – сидеть в кустах Ти що, хочешь в тилу відсидеться, чи що? Иди сюди Ісаак, я не вору надіврал тобі кричати це Я казав тільки вперед, ти 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 поміняв сторони світочечку? По-второму парню, який все-таки може захватити І таким образом все-таки пожертвував собою Вздував так, щоб команда все-таки победила Будеш мертвим і не будеш нічого робити Саспільтай йому, будь ласка Лучше я полізу Так ні, ти не заліз Я залізу Якщо ти жертвуєш своє життя Назарою, то у вас є шанс виграти А так, оцінюєш ситуацію саму Що ти вирішуєш? Я отдаю життя Буду уважати Увага! За всю історію наших змагань Це вперше одна людина сама пожертвувала своє життя іншим Раді перемоги команди Тобто що зробив знову вважати? Молодец! Тобто він піднял, скажімо, ісака В тому, що, дивіться, вперше, коли все-таки один жертвує другим Вот це красавчик, це герой, который вот Вот таким вот образом Тобто можна підняти самооценку ребенку І він стане зовсім намного другим Более лучшим Тобто я вважаю, що все правильно зробив Молодець, дай 5 днів Ти зміняйся Три хвилини! Ну і тепер починають захватывать Зараз у вас останній рубіж Вам там засікають час Ви маєте втримати цей прапор Тримайте, задрявка тримайте Любим способом, зрозуміли? Вони не мають виняти цей прапор Хвилина, почали! Ти це даже держать А тебе достають Побіяли! Ну в общем-то Усака немножко все налаживається Он пытается уже бороться Он пытается находить общий язык со своими сверстниками И какие-то изменения мелкие, но заметны Конечно, не так все быстро идет Вроде бы пытается Но сейчас вернемся к нашей мамаше Хорошо, Анжела, у нас сегодня не менее интересный и полезный для тебя день Не обещаю, что он будет легким Доверяєш ли ты мне, как тренеру, как ведущему? Доверяєш Тогда расслабься сейчас И доверься уже мне окончательно Я не хочу, чтобы ты видела и знала, куда мы едем Сколько пальцев я показываю? Не знаю, наверное, не одену Хорошо Давай руку Все, подымай ногу Молодец Хорошо Интересно Ну что, у тебя есть какие-то предположения? Нет Куда мы едем? Думаю даже вообще Мне нужно опасаться? Ну, может быть Он привез на какую-то заброшенную стройку Да Слушай меня сейчас в три уха Мы сейчас в очень опасном месте Где легко можно Там обрыв Пораниться А еще хуже убийце Я прошел там С открытыми глазами Это реально абсолютно Ты будешь там с закрытыми глазами Я буду постоянно рядом с тобой Ты должна довериться мне Я буду твоими глазами Это то же самое, что примерно ждет твой сын от тебя В сложных ситуациях Когда он растерян и он ничего не видит Понимаешь? Он тебя заброшен Доверься мне Анжела, сейчас будет очень опасное место Здесь очень много битых разных камней Мне нужно ногу поднимать Анжела, здесь трудно сказать, как идти Здесь очень-очень, да Надо постоянно контролировать Опору И только потом следующий шаг Как в жизни, понимаешь? Сама можешь пойти сейчас? Давай, шаг Во-первых, я не знаю, куда иду Я знаю, что уже ожидать что-то такое хорошее невозможно Я постоянно старалась не потерять его голос Сейчас будут ступеньки, Анжела Вот иди Сейчас Нет Сюда ни в коем случае Вот так вот ровно иди Они будут всегда одинаковые по высоте Это стандартные ступеньки Ты привыкнешь к ним сейчас Анжела, конечно, не привыкла не доверять Ни другим людям, ни своему сыну Словой у тебя ничего нету Иди прямо Через это сейчас она проверяет майже каждое слово тренера Все Вот туда не иди Самое главное Не доверяйся И упади влево Вот так, все, молодец Все, ты поднялась Ты поднялась Ты поднялась Ты меня кружит Ты поднялась Делай еще шаг, и ты будешь на площадке Все, можешь постоять Та же история Помнишь, как мы поднимались дальше? Ступеньки Молодец, все Стоп Не бояться Сейчас очень важных будет два момента, Анжела Стоп Сделай большой шаг вперед Большой Так, да, все Отлично Стоп Подходим к краю Самому краю Анжела, к самому краю Плечом к плечу Да, вот так Стоп, 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 стоп Все Стоп А я поняла Поняла где? Стоп, вот здесь Стой, все Сможешь прыгнуть? Смогу Давай Прыгай А если Стоп Стоп Все, молодец Все Ну реально Вдруг она затупила бы И затормозила бы И нырнула Ну мало ли Мамаша-то у нас такая Специфическая Супер, умница Ну что, Анжела Нам осталось финальный подъем И все Прижимайся к плечу Это ступенька Ты знаешь уже как Да Прижимайся ко мне Все, молодец Умница Давай Мы подходим с тобой к краю Маленькими-маленькими Здесь очень высоко Доверься мне Не бойся Не бойся Стоп Только под конец испытания Она более-менее Все-таки смогла Уже доверять тренеру И закончить задание Я тебя держу А пись на меня Если что Я боюсь глаза открывать Все Это ты забралась сюда Без зрения Представь Мне первое время Когда он только Раз вязал Я вот так вот думаю Хоть бы не уходил Вот так вот стою Вот думаю Хотя бы не отошел назад Ты можешь достичь Вот такой высоты Как сейчас мы стоим Если у тебя есть кто-то На кого ты можешь Опереться И твой сын Может достичь Тоже очень многого Я думаю Вы поняли Смысл испытания В том что Даже если он не видит выхода Если у него есть поддержка Того кто Все-таки его поведет То он сможет многого А если он еще и видит И понимает И есть поддержка То он сможет Очень И очень многое Таких же высот Как сейчас ты достигла Если ты будешь Давать ему Такую же опору Которую давал тебе я Ну я Горжусь тобой Ну как-то нжато У меня сейчас Все внутри Скорее всего Я вину какую-то чувствую Перед кем И за что? Перед сыном А за что? Что не было Такой опоры Ты должна быть Тем ориентиром Для сына Который вот Как этот голос Будет вести его По жизни Вот в эти трудные минуты Где есть какие-то Пропасти Где какие-то Ловушки Какие-то Неприятности Ты должна быть Тем объектом Тем голосом На который он Может ориентироваться В трудную минуту Понимаешь? Я Раздавалась С контролем Этим контролем Над моим сыном Этим контролем Над собой От которого Я никогда не отдыхал Потребность Рядом В этом человеке Это насколько Я это пережила Ощутила Получается Сын может много И вот так вот С помощью моей Много чего Достичь и пройти Табир Поботка Исаак Вишека Також Непроште Випробование Зараз Будет у нас Заняття З Палицы Сама Першая Найпростящая Зброя Табир Сюх Все Лучшие Удары Блоки Внизу Вгору Вбег И так же Бить Вот Комбас Среди Что ты Долюбайся Напрягайся Давай Иди сюда Исаак Бегу Давай Упирайся Мисто Напружься Не перехваты Мисто Взмис У Исаак У Исаака Конечно же Нет уверенности В нем Нету Силы Духа И его Даже Побеждают Самые Слабые Соперники Которые Слабее Чем Сам Исаак Хватит Будь Тряпки Ось так Правильно Став на кулаки Відтискайся Десять Став на кулаки Че здається Ты зрозумів зміст нашої гри Да И в чому він Нездано Надо посунути до наставника Чтоб дальше Палку Это все технично Это все таке Неважливо Головное Что в этой игре Что ты маешь проявить Силу И силу чого Силы в тебе хватает Но ты ее не задеешь Смисля Тоді в чому завдання Підними Сила воли Треба стараться Его зипкнути Сила воли И ты до конца Зрозумів Иначе твоя сила До одного месяца Что у нас в тебе є Ясно? Да Все Вставай Еще раз А тепер показуй Як ти зрозумів Давай, давай Що робить треба Исаак пітається, ребят Ще, ще, погнали Ось так Все Зой Рухайся Назар не піддавайся Впрейся И вот Исааку все-таки Донесли Надеясь, що все-таки Он что-то понял Что нужно не сдаваться И все Исаака поперло И ему понравилось Стави лаву Швидше Нам результат Цього тренування І зміст завдання Розкаже Ісаак Всі швидко Направо рівняйся Струнко Що треба проявляти? Силу волі Волі Розуміли? Завдання Любе завдання Полягає в тому Щоб сила волі Допомогла вам Реалізувати Те, що ви можете Антон Два рази легший За нього І він його перемагав Тому що цей Не напружився взагалі От Коли ми вже його Заставили це робити Тоді він зміг реалізувати Всі свої здібності Вставай на місце І ти теж Головне це Сила волі Зрозуміли? Направо рівняйся Струнко Розкід Слава Палиці з тобою забирай Анжела Які виводи ти зробила За ці дні? У мені зараз взгляди помінялись Конкретні Я хочу, щоб ти взяла Сейчас маркер І написала мне Десять пунктов Двумя-тремя словами Своїх Сложностей Своїх проблем Пиши то, що приходить Питається Приходить тебе в сердце Що ти считаєш Свої проблеми? У мене десять пунктов Не приходить Іщи У тебе достатньо проблем Куротко я їх не можу Вот видите Мне нужно так объяснять Что я этого не можу Анжела Ты что щось опять делаешь? Оправдываєшся? Попробуй сделай Видите? То, що перестало бить проблеми? То, що зачеркнуло Анжела, як успіхи? Так себе Знаєте, якщо біде задання дали, наприклад, позавчий раба, я б ще быстрей би написала і більше, наверное, б Опять, що ти делаєш сейчас? О, молодец! Патом, ви говорите, ти той, 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 я ж делаю Меня это уже типает, я начинаю оправдываться, изъяснять, как можно поподробнее Вы все равно, это говорит, что ты мне оправдываешь, вам подобный И у нас получается конфликт Ага, так и есть Значит, тупая У тебя есть сложности в том, чтобы заглянуть в себя и увидеть свои проблемы? Нет Затом их обозначаешь? Нет Видите, вот я... Если бы это было не нет, то тут уже было бы 10 пунктов, Анжела Давай будем честны Так я же на тебе тоже работаю, я могу сейчас написать быстро Человек... Напиши Она потом все-таки встала, начала что-то писать, но забыла про одно Про свое агрессивное поведение к сыну И на этого не написала Нет, Анжела, тут очень важного пункта, которому мы посвящаем Каждые полчаса вообще нашей работы Это твои отношения с сыном И почему ты 10 пунктом можешь стать, а не первым? Я хочу поговорить о физической агрессии Которую ты применяешь к сыну Ну я сейчас в данный момент не применяю ее Потому что его здесь нет И заметь, как ты избегаешь ее писать Написала все вообще Кроме этого Ну как я это могу написать? Вот я удивляюсь Угу Ну в данный момент, как я это могу написать, если я действительно сейчас Серьезно по-другому к сыну отношусь? Мне хватило и очень многого Ты считаешь, что у тебя проблем больше нет Ты больше не испытываешь никакой агрессии И ты гарантируешь, что ты никогда не трудишься Я гарантию даю в этом Убеди меня, я не знаю, чем ты кровью мне здесь напишешь На бумаге или чем Как ты мне можешь это гарантировать? Ты знаешь, что сделала сейчас? Проблем нет, все, отстаньте Я уже здорово и счастливо Пока ты не признаешь наличие проблем Нет смысла с ней работать Сейчас так и быть напишу Мне кажется, она не исправится Из этих десяти пунктов Поменять пункты? Какой ты считаешь самый важный? Последний, конечно Некомприлимая агрессия Это что сейчас за кислое выражение лица? Ты с чем-то не согласна? Я просто тогда не знаю, что вообще говорить Сейчас, что я говорю Опять оправдываюсь Я хочу, чтобы ты продолжил контакт С социальными службами С психологами Будь готова к тому Что они будут спрашивать тебя о том В чем ты считаешь твои проблемы Второй момент Это поможет лучше тебе понять себя Тем более сын непростой мальчик Он тебя будет провоцировать Он будет тебя провоцировать И ты будешь постоянно под угрозой срыва Будь к этому тоже готова Знай о своей сложности О своей проблеме Не очаровывайся Будь трезвой Поняла? Да Удачи Спасибо Ну и для того, чтобы все-таки Обсудить проблему с нашей мамой Два психолога решили это все обсудить Ну, у меня противоречивое ощущение От работы с Анжелой С одной стороны Она с готовностью И полностью отдавалась Всем испытаниям, которые она прошла Порой эти испытания были жесткими Где-то экстремальными Я за нее даже серьезно волновался В некоторых моментах Но мне не покидало ощущение Что она их хочет как будто бы Побыстрее выполнить Пройти как бы этот этап И всех нас убедить Что она уже вроде как полностью Лишилась всех своих проблем То есть у тебя тоже есть впечатление Что она все это делает Ну, для галочки В некотором роде да Но она в таком находится, знаешь В такой эйфории В таком приподнятом состоянии О том, что вот за эти два дня Я все поняла И я стала другим человеком Я в это не верю Как ты считаешь Она готова встретиться с ребенком? Встретиться она готова Но я ей сказал о том Что я не думаю Что она готова с ним жить И полностью изменить отношения с ним Хорошо Я поговорю с ней об этом И, наверное, по ходу этого разговора И будет принято решение Вернется Исаак к ней или нет Хорошо Здравствуйте Вы меня узнаете? Да Ну что, как ваши успехи? Как вы считаете, справились с обучением? Я считаю, что да Главное, что я буду с пониманием к нему относиться Уже быть не буду Почему? А зачем? А зачем били? Не верю Понимаете, здесь болело Вот здесь болело У меня такая рано была, что это очень большая Вот, честно, намного легче Вот я серьезно вам так благодарна Ну, рано у меня действительно немножко болит еще Но не так На данный момент положительного решения о том Вернется ли Исаак к вам Для того, чтобы Понять Можете ли вы быть достойной матерью Должно пройти еще какое-то время О ребенке заботилась я нормально Вы о ребенке не заботились Начинается Почему? Потому что Все проблемы, которые были в школе И где у него были всегда решала я Потому что заботиться о ребенке Это не решать его проблемы Не одевать его в новую одежду Это помогать ему становиться зрелой, сильной личностью Вот что такое заботиться о ребенке Я пыталась Сейчас я хочу вам предложить еще одно испытание Испытание сюрприз, наверное В котором вы сможете продемонстрировать то, насколько вы способны Управлять собой, своими реакциями Контролироваться Интересно По этим? Да, дальше мой выбор есть О, опять Что сделал ведущий? Он привез маму к сыну И посмотрим, что будет происходить дальше Вы понимаете, где вы сейчас? Ну да, судя по той, что я прочитала Казатьской фортете Здесь проходит обучение ваш сын И сейчас у вас будет возможность Его увидеть Его увидеть Но очень важно, чтобы он не увидел вас Опа Только наблюдать Если вы готовы справиться с этой задачей Сколько времени нужно, сколько я буду ждать Хорошо, пойдемте Вот там, над Эбалями Исаак будет заниматься А мы посмотрим за ним Вот отсюда Проходите Анжела, в общем-то, вроде бы и скучала за Исааком Ей тяжело все-таки сдерживать эмоции Как-никак, но от этого никуда Я знаю, что для него это тоже важно Чтобы я это видела Да Потому что я знаю Когда мы были Он всегда смотрит на меня Поворачивает Мам, ты это видишь? Я осознала, что я не права Я понимаю, что он чувствует Как ему нужно Давай, давай, давай Я знаю, что он по-любому здесь переживает Но здесь на него никто не орет Здесь его никто не унижает Никто его не бьет Может, ему все же лучше будет без вас? Нет Ему не будет выходать Мои нежности, мои ласки Материнской любви А в чем она проявляется Материнской любовью? У него не было доверия ко мне И я пыталась как-то, чтобы он мне доверил Я ему доверила Но это было не доверие Я серьезно, я за это все понял Так стыдно за это Мне стыдно, реально Я рад, что вы это поняли Мы сейчас уйдем Оставим Исаака заниматься дальше своими делами И увидимся с вами в студии И поговорим о том Как дальше вам быть Хорошо? Пойдемте Пойдемте Надо уходить Надо уходить Исааку еще здесь нужно будет заниматься Я бы не хотел, чтобы он прервал то, что сейчас происходит Пойдемте Я бы очень хотел, чтобы вы до студии До нашей с вами встречи Все-таки подумали А какой может быть жизнь Исаака с вами теперь? Что изменится? Вот чтобы вы просто проанализировали то, как вы себя раньше вели И предложили какое-то альтернативное поведение Но ведущий сделал все-таки маленький сюрприз для нашей мамы Он дал возможность поговорить маме с вожатым Исаака Добрый день, я Тарас Викторович Здравствуйте А вы мама Исаака, да? Да, Анжела Дуже приятно Он как реагирует на замечания, например, даже с первого раза, а с второго? Добрый, он всегда согласится Старается слышать, да? Не то, что старается, он делает Он линьковатый просто-напросто В нем уже развинулся Дитячая хитрость У детей развивается такая хитрость То есть тогда, когда на них очень тиснуть И они начинают обманывать внешний мир Кажут то, что нужно Нужно дать позитивный пример Если у него что-то не выходит С терпением относиться к нему Способы с детьми найти контакт Это то, чтобы дитина просто чувствовала себя хорошо бежать вас А вообще я с ним очень доволен И много позитивов у меня с ним было Так что его посмешка У него струмит такая позитивная энергия У вас золотая дитина Давайте чувствовать, что вы его любите Спасибо и вам большое Будь ласка, заезжайте Спасибо, всем добре Ну вообще-то он сказал, что ребенок исправляется Что его нужно поддерживать Что не надо кричать И у него, возможно, хорошее будущее Все зависит от самой мамы Итак, ребята, переходим к студии Где все-таки будет решаться Что будем делать с ребенком Вернем ли все-таки маме Сейчас все увидим Здравствуйте, Анжела Здравствуйте Что скажете? Какие выводы вы для себя сделали? Какие мысли вас посетили? У меня постоянно У меня напряг мозгу было за это время Но я поняла одно Что действительно я была плохой матерью Очень плохой Действительно варвар Я это осознаю Мне кажется, все-таки Чуть-чуть не откровенно Готовы ли вы Ради того, чтобы Исааку было хорошо Позвольте ему Расти в другом месте А не рядом с вами Опа Нет Нет, я не могу с этим согласиться Я знаю, что ему будет хорошо возле меня То есть Вы по-прежнему Думаете О себе Нет, я поменялась Это вам будет хорошо Если он будет рядом Не очень одиноко без него Я Анжела, этот проект Направлен на то Чтобы хорошо было детям В первую очередь Понимаете? А вы сейчас Стоите здесь И продолжаете мне говорить О том Что вам будет плохо Ну я просто Вы думали, что это все игра Вы пойдете Мы с вами о чем-то поговорим Вам все равно вернут ребенка Вы сначала посмотрите Изменилась ли я Ваш сын к вам вернется Только тогда, когда вы будете этого достойны Дайте мне ребенка И посмотрите нас Когда мы вместе Исаак не вернется к вам Но я вас прошу Пожалуйста Дайте мне этот шанс Вот так вот Поворот У меня нет никаких гарантий Что когда Исаак к вам вернется Вы не будете над ним издеваться Так как делали это ранее Дайте ребенка И вы это увидите Как это вы увидите Можете без ребенка это увидеть Вот смотрите Вы даже сейчас Себе не можете контролировать Вы вообще ничего не знаете Как меня вообще жизнь прошла Вы это за оправдание принимаете Как у меня душа была рано Почему это происходило Я набью сына Я жену У меня его зло А потом все же плачу Я говорю Господи Я не понимаю Помоги мне разобраться Себе Я не тупая женщина Почему я должна С вашим мнением соглашаться Вот есть такие люди Вот что-то им показалось Обо мне Перестаньте Меня в чем-то Посмотреть на вас Словами Потому что вы говорили Что все хорошо А при этом Закатились здесь истерику Это не истерика Вот точно так же Как вы сорвались на меня Вы можете сорваться На своего ребенка Точно так же Как вы повысили голос на меня Вы можете повысить голос на Исаак Да у меня душа болит Вы понимаете или нет И у меня болит душа Не болит она у вас Как сердце ребенка Представляете Как насколько ему тяжело Это все А почему тогда Вы пятый меня А когда вы его ремнем били А когда вы его Ногами били Когда он на земле лежал На данном этапе Мне с вами Разговаривать Больше не о чем Шесть Вы думали Что это все игра И вы пойдете Мы с вами о чем-то поговорим Вам все равно Вернут ребенка Вы сначала посмотрите Изменилась ли я Ваш сын к вам вернется Только тогда Когда вы будете этого достойны Дайте мне ребенка И посмотрите нас Когда мы вместе У меня нет никаких гарантий Что когда Исаак к вам вернется Вы не будете над ним издеваться Так как делали это ранее Дайте ребенка И вы это увидите Как это вы увидите Можете без ребенка Это увидеть Вот смотрите Вы даже сейчас Себе не можете контролировать Вы вообще ничего не знаете Как мне вообще жизнь прошла Вы это за оправдание принимаете Как у меня душа была рано Почему это происходило Я набью сына Я жену с него зло А потом сижу и плачу И говорю Господи Я не понимаю Помоги мне разобраться с собой Я не тупая женщина Почему я должна с вашим мнением соглашаться Вот есть такие люди Вот что-то им показалось обо мне Перестаньте меня в чем-то убеждать словами Потому что вы говорили Что все хорошо А при этом закатили здесь истерику Это не истерика Вот точно так же Как вы сорвались на меня Вы можете сорваться на своего ребенка Точно так же Как вы повысили голос на меня Вы можете повысить голос на Исаак Там меня душа болит Вы понимаете ли И у меня болит душа Не болит она у вас Как сердце ребенка Представляете Как насколько ему тяжело это все А почему тогда вы прятали меня А когда вы его ремнем били А когда вы его ногами били Когда он на земле лежал Знаете у нас к свиньи похоже Вот этот момент Когда он кричит Вот когда я был в селе Вот когда свинью режут Я думаю Кто вот слышал эти звуки Вот Наверное вот есть сходство Вот Когда вот свинью зарезать То вот происходит Вот такое вот визжание Вот оно очень похоже На визжание Исаака Мне с вами разговаривать Больше не о чем Хренеть нужно Готовы услышать правило Готова Правило первое Без обид В вашей жизни есть Люди на которых вы обижаетесь Против которых вы настраиваете Настраивали Своего сына Только потому что Сами были на них обижены Понимаете о ком я говорю О муже Да Вы же настраиваете ребенка Против всех Ведь вы же говорите о том Что вы единственное Важное А что вы говорите Исааку Об отце Ну видишь Он не помогает Мама тебе Он отказался это покупать Мама тебе купит Да А этим что вы делаете Унижаете отца Вашего ребенка Как ваше отношение с отцом Вашим отцом Ну это Смотрите у вас со всеми отношениями С родственниками у меня Очень все напряжено Правило второе Опыт Гейши На этой неделе вы отправитесь В школу гейшу Вам не хватает мягкости Это такие японские тетки Нежность Покладистость Именно этому Вы и будете обучаться В школе гейшу Правило третье Волчьи шкури Вы отправляетесь В зоопарк Для того чтобы Научиться ухаживать За животным Для того чтобы Быть к ним Внимательным Забытым Не пол этого задания Здесь вы найдете Более подробные инструкции О соблюдении этих правил Увидимся Через неделю Позвольте вместе с сыном Это все проходить Я вас прошу Ну что же вам это стоит Чтобы больше Было видно результат Мне ничего А вот вашему сыну Может стоить многого Ну так пожалуйста Я вас очень прошу Позвольте А я вас очень прошу Перестаньте Меня в чем-то Убеждать словами У меня сейчас Совсем другие взгляды Я уверена В своих взглядах К своему сыну И по поводу отношения Понимаете Я побывала В его чувствах Мне это позволило Все-таки Побыть Понимаете Прогрузили вот так вот Я побывала И про чувства И знаю Как ко всему этому Относится мой сын Понимаете До свидания Красавчик Вы даже не слушаете Она не слышит Я удивляюсь Всего доброго Ну что Она ушла из студии Я не уверен Что он что-то поняла Хочется верить Но реально За пару дней Так он уже лялякает Знаете Вот Хоть что-то говорит Я изменилась Я все поняла И тому подобное Все верните мне сына Ну я же думаю Что ведущие Тоже не дураки Они же видят Что происходит Возможно Даже и не на камеру Ну и наша мама Возвращается домой Студия для меня Вообще шок Например Я думала Что мы все Уже сегодня Встречу ребенка Я не ждала Такого хода Поворота Отношения Ко мне И вот внутри Как мясорубка Все перекручивает Стою Как будто Как будто Какой-то шок Ошибка Ошибка моя в том Что я не понимала Его Почему он себя так ведет Когда я вернулась сюда Уже Мне так Не хватало Исаака В тот момент Сколько я плачу эти Двое дня Я наверное На похору Не плачу Хочется верить Что все-таки Что-то не поменялось Но это мы сможем Закрывать только позже Мне очень тяжело Без него Грустные воспоминания Все-таки Натолкнули На то Что нужно Как-то улучшать Все-таки Отношения Со своими родственниками Отец Пил Ночью поднимал Постройки смирно ставил И цеплялся Хотелось уйти Из дома Как можно Быстрее Когда я жила Еще с мужем Он меня избивал Бил И гулял Изменял Чтобы выполнить Правила Прощения Я решила Сделать Что-то приятное Для своего отца И для своего бывшего мужа Эти люди Сделали Действительно Очень больно Моей жизни Мне нужно Их простить И Чтобы Они меня простили Да Заходите Здравствуйте Добрый день У меня Сложилась Такая Необходимость Написать Об отца У меня была Очень огромная Обида На отца И мне Очень хочется Чтобы у нас Отношения Стали хорошими Как у отца И дочери Вы можете мне Там помочь Пожалуйста Ну Мы Газеты Теперечные Уже Зверстанные Я бы Запропоновать Хотела Такую Невеличкую Фишечку Как газетка В газетке А вкладыш Я знаю Такую Вкладку И мы Робуем Специально Для вашего Тата Я думаю Что это Будет Приятно Он Утримает И Чайеринские Вести И Саме Про себя Что вы Про его Думали Хорошо Я согласна Пока все-таки Готовится Статья К распечатке Она решила Все-таки Улучшить Свои отношения С бывшим Мужем Прикольно Пошла С мужем Мириться Машину Помыть Что ты Галузы Привет А смывать Это Нормально Не Ну Надо Замыть Воду Тебя Так И Будет Давай Воду Смою Хочешь Чтобы Ты Дети Побачишь Я смирилась Понимаешь Сори Притисакам Чтобы Не было Ты Правильно Не Виспытаешь Ты Скаличила Повністю Это Меня Вбивает Если В тебе Заберут Я скажу Слава Богу Потому Что Ты Не Виспытаешь Хочу Чтобы Ты Понял Что Я Прощаю За Все Это Можно Было Б Год Пять Пробачить Нем Не Возможно Я Дух Я Дух Прошу Прощения Я Муж Такой Старалась Чем-то Знаешь Так Сделать Больно Ущем Мыть Мне Дуже Важно Чтобы Действительно У нас Было Все Хорошо Ну Я Не Знаю Это Мне Дуже Сложно Ради Сына Ради Исаака Боже Благослови Принимаю Желаю Человека Хорошего Найти Достойного Тебе Чтобы Было Тайса Нормально Все С Богом Пока До встречи Неприятно Было Слышать То что Он Опять Продолжал Желать Грязь Желать Плохое Но я Старалась Не заводиться И старалась Успокоить Слова Хотела Чтобы Он Понял Что Я Смирилась Что Я Ничего Неплохого Не имею Ну В общем Анжела Пообщалась Со Своим Бывшим Мужем Он Вроде Бо Ее Простил Хотя Честно Мне Кажется Это Было Больше На Камеру Я Думаю Что Она Столько Всего Там Наговорила И Натворила Что Я Не думаю Что Он Так Просто Пришел И Простил За Того Что Она Помыла Немного Машину Но Дело Не В этом Она Попыталась Но Это Второй Формат Уже Готовы Ребята Статьи Которые Она Подготовила Для Своего Отца И Посмотрим Что Будет Дальше Давай Последим На Все Если Честно Мне Неком Не хватало Знаешь Так Дуже Клэр Просто Сидо Так Поговори С тобой Всегда Подзвони Там Піли Тебе Дуже Честно Пришов Знаешь Я даже Понимаю Чего Бо Були Скандали Була Обіда У меня На Тебе Дуже Огромная И Я Сережно Прошу За Це Пробачення Що На Тебе Обижала Судила Твою Поступки Твою Поведінку Якщо Я Словесно Вас Воспитую То Я Маю Право На Це Я Батько Твою Тарас Будба Я Вас Породив Я Вас Як Докажуть Твою Твою Батько Дочку Мене Любиш А Я Знаю Як Твою Як Ми Були Маленькі А Твою Четверенька Глаза А Нас Катаєш На Спині Досі Досі Спина Болить Пап Я Хочу Тобі Добі Подарок Який Сюрприз А Що Чернський Вість Открився Редене Програма Я Уважаю Своєго Отца Не Тільки За Його Медалі Достиження Сейчас Мне Хотелось Б Поговорить О Другому Я Благодарна Своєму Отцу За То Что Он Научил Меня Всему Довит Корову Косить Дрову Рубить Пилить Дрова Это Помогает Мне Сегодня Выживать Любых Ситуациях Когда У меня Родился Сын Иса Я Помню Как Отец Подбежал И Взял Ребенка На Руки В Трудные Моменты Моя Жизни Отец Был Рядом Спасибо Тебе Мой Радный Папа Я Горжу Что Именно Ты Мой Отец Полевина Того характера В мене Полевина Исаака Это Тебе Не даешь Тебе Все Папа Тебе За душу Трогаю Те Что Воно Было Ну Что О Господи Благодарю Благодарю Мне Очень Хотел Чтобы Он Меня Благодарю Я Думаю Что Будут Наконец Нормальные Отношения Как Говорится Семя Посеяно Дай бог Зайдет Но В редакции Напечатали Больше Экземпляров Чем Она Хотела И Теперь Все Таки Эти Листовки Нужно Раздать Другим Людям Чтобы Они Ознакомились Спасибо Папа Да Это Я Про Свои Отношения С родителем Семь Отца Написала Такое Напечатано Характер Сложный Мы Помирились И я Больше Не хочу На него Не обижаться Не хочу Не хочу Больше Ссориться Всего Доброго У меня Внутри Действительно Все Переменилось Я Чувствую То Которое Была Когда-то Мне Это Очень Было Важно Так Говорит Если Хочешь Чтобы Поменялись Вокруг Тебя Люди Поменяйся Сам И Все Вокруг Тебя Будет Меняться Поменяется Я На самом деле Если Это Все Правда То Я За Нее Очень Рад Потому Что Хочется Чтобы Она Изменилась У Исака Тоже Все Хорошо Он Изменяется Он Уже Немножко Провык Лагеря Он Начал Уже Все Как То Уже Разом З Іншими Козаками Хлопец Бере Активную Участь У Житті Тебору Водороси Мало Возьмите Щас Зарви Водороси Моет Кастрюлю Наш Пацан Да Ще Ще Там Дебил Все Дебил Там Водороси У Исака На самом Деле Очень Просто Здание Нужно Помыть Казан Крышку И Исак Это Все Делает Не Плачет И Делает Приви По краю Не Добавил Далее Давай Добавил Ну Изменяется Парень Видно Ты Помыл Крышку Да Вот Все Опять Не Добавил Песку Кидай Так Треш Понял А потем Полож Немножко Халтурит Если бы Раньше Он уже Устроил Истерику То что Его Там Тягают Издеваются То сейчас Нет Видит Проблема Пошел Снова Помыл Недомыл Пошел Снова Помыл И Все Нормально Я считаю Это На самом Деле Очень Круто Что Накрывать Иди Сюда Я Не Проверю Как Ты Помыли Вот Ты А Дай Черное Что Я Мою Мить За тобой Выконай Завдание Хоть раз Нормально Бежим Кадр Какой раз Он уже Заходит Ребята Надо Аккуратно Мести Чтобы Не запачкать Очень Аккуратно Дай Мне Не Дай Так Два Часа Ведро Два Часа Мою Не Руки Сначала Помыть Руки Помыть Сначала А Дай Помыть Час Сам 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 Точно Красавчик Все Можешь Отпочивать Я ему просто Дал Казан Він Сам Ему Одні Студи Не Казав Що Ему Важко Там Щось Завів Воду Тобто Відтирав Піском У воді Хоча Води Боїться Взагалі Але Він Зробив Все Красавчик З задоволенням Його Куштуть Ну Все Красавчик Парень Поработал Тепер Можна Покушать На самом деле Исааки Справляется То есть Он начал Меньше Плакать Меньше Вредничать Даже Ребята Пошел На воду Хотя Воду Он очень Боится Уже Даже Научил Весловать Здравствуйте Здравствуйте Это я к вам попала Да Наверное К нам Меня Василий зовут Очень приятно Плем ферма По разведению Спортивных лошадей Можно кататься На лошадях Конечно На учениках Ну что Пройдемте Посмотрите С удовольствием Это молодой Жеребец Уже Подзаезженный Ну Не бойтесь Не бойтесь Пахнет Подумаешь Жеребец Производитель Ну Его так Не видно Давайте Я вам покажу Да нормально Я его вижу Производитель А тот Который Чпокает Все Вот Вот Такой Маленький Это жеребец Нет Брыкается Нет Для Разведения Короче Давай Какая моя Здесь Ваши Собывания Будете Помогать Фермерскому Хозяйству Жить Жить Будете Здесь На хозяйстве В смысле Где Здесь В этом Помещении Как В этом Помещении Вот так В этом Помещении Будем жить У меня Уже Кашля У меня Запах Аллергии Эти Это С непривычки Нам вот сюда Разве На запахе Бывает Аллергия А где Нормальные условия А я Где буду Здесь Я буду Там А жена Где Жены Нет Разведены Мы Разведены А кто Виновник Этому Всегда Виноваты Оба Нельзя Так Говорить Что Кто Вы Любили Нет Любил Она Гуляет Нет Она Гуляла Нет Хорошо Будем Поесть Животное Свежий Воздух Наконец Анжела Маленькая Собака Тебе тоже Надо Налезать Кусаяца Да Ее Ушатая Зовут Вроде Пытается Помогать Весело Там Нормально Ох Ну это Как бы не зоопарк Это целая ферма Наверное Он их продает Скорее всего Разводит И на продажу Все на этой стороне Нет Медведь Волк Что это там у него Живности то водится А это медведь? Это медведь Была медведица У них когда был Брачный период Медведь Медведицу разорвал Зачем? Голова болела Мне Мать моя женщина Я такого не знал Когда брачный период Что медведь Может разорвать Медведницу Вот это он Бурный был Та Чего? Ого Перевозбудился Наверное Мишка Что он хочет Взял самку Зарвал Ах Потом он это все выпьет? Завтра Удивляюсь А в этой воде есть Надо Добавить Немножко Холодное Все? Все Ну что я могу сказать Вроде бы Так на ферме Весело Животных хватает Ну Зоопарк Себе так тяжело Представляем Но реально По количеству Его животных Может быть Это все таки Есть зоопарк Только как-то Вот посетили Пока нету Может специально Как бы для нашей Мамы Анжелы Убрали Чтобы поинтереснее было Но наша мама Анжела Все таки Начала снова Вспоминать О своем сыне Не очень Одиноко Без него На 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 Не сюда Уж в вашей жизни Может быть Такой щелчок Такой момент Что раз-два И вас нет рядом Что нужно дорожить Тем всем Что вы сейчас Друг возле друга Но судя по тем кадрам Которые показали СТБшники То сын вернется Потому что Она сейчас находится В той же футболке В которой были сняты Кадры Где прибыл Исаак В украинской вышиванке Поэтому ребята То есть еще там Они показали Но Исаак должен Сейчас скоро Появиться По идее Ребенок Наверное Где-то с родителями Или с мужем Или Нет Исаак Мы Ларик Казаков Украинских Не очень Одиноко Без него Я Ну как-то Как будто Моей половинке Вообще Как-то будто У меня В душе Что-то оторвалось Скучаем очень Я знаю Что он за мной Очень скучает Ну я верю Что все это Поменяется Станет лучше Самое хорошее С вашего разговора То, что вы говорите Что я верю Давай, добро Надо выйти Во двор Встретить гостей По мосту Приехали Кто-то приехал Вот, наверное Сто полутора сына И кто не знает Где Давайте выйдем Посмотрим Она может быть Догадывается Сыночек Ну конечно Потому что Они сами Заспорили И О, Боже Я иду Бегу Думала Сын Привезли Сын Ну да Не дождетесь Ладно, вам тоже рада Приветствую вас Здравствуйте Как ваши дела? Нормально Нормально? Сейчас будет гроза Нам еще многое Надо сделать До грозы Анжела Как прошло прощение? Прощение? Хорошо Ну с моей стороны Как я прощаю Старайтесь измениться Я предлагаю большое Я хочу этого Сама Чтобы мне легче было Поскольку вы действительно Стараетесь Вы пытаетесь Что-то в себе изменить Вы просили о том Чтобы Это задание Вы прошли Вместе с сыном Я даю вам Такую возможность Вот о чем я и говорил Приятные моменты Ребята Рады? Ага, рады Да? Исаак, соскучился за мамой? Да Ну, ты знаешь Что здесь Надо будет маме помогать Прости меня, сыночек Пожалуйста Готов к этому? Да Хорошо Я тогда вас оставлю Спасибо огромное Я многочего поняла Я дорожу своими сыночками Спасибо вам Вот очень хочется Чтобы это были Не только слова Надеюсь, что вы меня Не разочаруете Дай бог Спасибо Всего вам доброго Спасибо Круто Есть приятные моменты Санечек, прости, пожалуйста За все Хорошо Иди Прости Прощай Прощай Это мой сын Исаак Добрый день Добрый день Меня Василий Васильевич зовут У меня Исаак Красивый гостюм Так вот Я хочу Исаак пахать Я сын у меня красивый Маме я уже показал хозяйство Ты любишь животных Я вместе к маме Да? Ну, идемте, идемте Маму, Вера, идем Ух ты Смотри Беликон Открыли листочку своей Я так никогда не бачу Он молодой фазан Видишь, какой он Он цветной, видишь? Ага Да, давно они, на самом деле, не виделись Это прошло, получается, две недели Две недели он был почти в лагере Ух ты Сильно покажи Держи Сильно Его Буба зовут Яси? Не робот? Нет, ты что? Стыки-ка маны Исаак все-таки немного поддал Подобрел И уже животным бояться, думаю, что нечего Мачка, дивись Хорошенько Исаак швидко знайшел нового друга Когда сыночка видела Я обрадовалась Ну так как-то такое Так вот тоже так отжалась Такое приятно Жалась И хотелось так обнять Так увидела Так Хорошенький у меня Сачок этот И он с этим сачком Я рад, что я с мамой Я поддеваюсь, что мама изменилась Мы ходили, только дивились И она Такое-то такое Кричало Такое Дуже дознилось Такое Не нервничало Конечно не кричала Не нервничала Потому что даже Все-таки Если представить, что она не изменилась Если представить То Если она хоть подаст Хоть какой-то сейчас списк Ребенка снова заберут Она же этого не хочет Поэтому Она только, наверное, ждет Когда закончится проект Потому что она уже боится Сделать что-то не так А изменилась ли она вообще Очень тяжело сказать Собака какой-то пошла К большой собаке Я козак У детей быстро Отмогать Утенятка Все А ты тут выдай Зачитим Ты закни Ну я не думаю, что собака Богула взять что-то плохое Самому щенку День закончился Вроде бы все было неплохо И наступило, ребята, утро Мама готовит Сыночек Вадим Дядя Вася И скажи Пускай даст какую Скатерть Поможешь, пожалуйста Что случилось Дядя, желательно Опять начинается И ребята Все возвращаются На пути своя Исаак в лагере Привык жить по законам Что там Как бы его манипуляциям Слезам никто не верит Как только он опять Повелся возле мамы Началась снова Старая песня Манипуляции И мать все-таки Ведется на это все И это очень печально Там ведро зеленое Стоит Набери воды Сколько сможешь Я помою здесь плиту Не можем Чего? Купец Что-то случилось? Тебе просто жарко Да не хочется ходить В пожаре Тебе да Исаак Иди сюда сынка Иди сюда Семейка конечно Да Что-то он не хочет Вообще слушаться И игнорирует Так Исаак Быстренько давай Мама зовет Иди сюда То есть вроде бы На самом деле Мама уже вроде бы Сдержанная Да то есть Это просто трындец Ребята То есть уже мама Вроде бы спокойная Не кричит Исаак начинает Заваливать свою песню Все свои слезы Нытье И это дурдом Как бы Что мамаша Что сын Просто друг друга стоят Это просто звездец Где будет солнце? Наверное придется Идти по хлыста Ты видел как лошадей Сегодня гоняли? Ой господи Какой он разбалованный Нытик Это ужас Сыночек Что ребята делает мама? Из-за того что сын устраивает Истерики Эти показанные Мама начинает слепо действовать По тому принципу Которое хочет сын И это тоже звездец Какой-то получается Ну реально там Замкнутый круг семьи Даже не то что замкнутый Там просто жесть Там что мамаша Что сын Как бы у них у каждого Свои проблемы Вы его сейчас Очень сильно Лелеете Он Этим пользуется Потом подходит Улыбается И все Мама есть И больше ему ничего не хочется И больше ничего не надо Мама пойдет Крапиво косить Как бы мать не хочет Вообще реагировать Потому что боится Потерять сына То есть ей все равно Она просто сидит и молчит И с ней пользуется Это тоже не нормально Ну нужно кажется Поговорить с сыном Она даже с ним не поговорила Что сына Так себя вести не надо А ноги чешется уже все Именно всем Зато полезно как У меня аллергия Я знаю что полезно А на все Но у меня аллергия на эту На эту У нее аллергия На эту Эту У нее аллергия на запах И на крапиву На говно У нее надо на все Аллергия Знаете все что не нравится На все аллергия У меня еще аллергия на работу Работать не могу Сразу аллергия Когда начинается На запах аллергия На этот Серьезно я Так я таблетка с утра пипала А вы что что не знаете Ну осталось кушать С собой таблетки нашли А не таблетки Все Не-не подбирай Хорошо Снова так как я тебе показываю Загребай Анжела не квапится Выконовать завдание Василя Давай Да Другие женщины Вообще косу Не то что в руки А вообще не смотрят И теперь ребята Замечаем Как изменилась наша мама А заметили да Мама изменилась Ребят Все Начинается старая песня Только Только сын вернулся Все ребят Дальше чувству пойдет Боже мой Это трындец Как же ее все таки Исправить Вообще Понятия не имею А то пользуясь моментом Начинаете мне здесь рассказывать Другие женщины вообще Сказали Все я уж не могу И будешь делать этого не буду А ты смотри Еще Я это Не слушаюсь Невеносливая Это вообще не женское дело Никому больше не скажу Что я что-то умею делать Все У меня один мужчина Ни этого не услышит Потому что это не женщина Это не женская работа Я настоящий мужчина Настоящий Он никогда не позволит Женщине Это делать Никогда В жизни А ты же хочется Будь женщина Хочется Берешь туру Ремонтируешь Очень много вы возмущаетесь Я вам просто об этом говорю Вы что не различаете Различаем Слава богу Ваша адреса Я ничего не сказала Много вы оспариваете Заставляю Мне интеллигентно И не солидно А это еще не солидно Ребята косить Буду в школу гейш Ехать завтра Учиться Ума разума Закончился день И на следующее утро Она отправилась В школу гейш Там она должна Научиться Быть девушкой Себя нормально вести Научиться Общаться с мужчинами Потому что реально Это кута мужик А не баба Щемотюкливый И непонятливый Гейша Это произведение Искусства Само слово Гейша Означает Гей Искусство Ша Человек То есть Вы поняли Что значит Гей Я что не знал А гей Это искусство Оказывается Короче ребят Все идем В музей И смотрим На геев Там очень много Геев А некоторые Геи Очень дорогие Вы понимаете О чем я Да Гей Это искусство Вот откуда Все пошло Когда женщина Перестает заниматься Каким-либо Творчеством Она хочет Не хочет Уже сам Организм Начинает Жить Как Мужчина Потихонечку На мужских Вибрациях Первый закон Гейши Гейша Имеет Право Говорить Только тогда Когда ее мужчина Об этом Попросит Ого А мне это нравится Слушайте Мне вот эти вот Законы Очень даже нравятся Я не знаю Конечно Как они считаются Матриархатом Патриархатом Кто главный Но законы Очень интересные Слушайте А не просто Говорить Тарахтить Тарахтить Когда Мы этого хотим Ну ей не нравится Я вижу Вашу реакцию По поводу Это у меня Совсем обратное Говорит Он Когда я Позволь Но это мужик Мужчины 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 Не более 15 минут Не более Потом у них Физиологически Отключается Слух И они Уже Не слышат Что мы Им Говорим Откуда Я знаю Если бы я знала Я бы Нормально Жила В чем Как может быть Главное В жизни Женщины Смирение Это не унижение Смирение Это жить с миром Всегда Ищем Компромисс Если мужчина Говорит Пойдем Сходим На боевик А вы не хотите Как же все-таки Надо поступить Реально Угол загнали Но если на то пошло То Пускай идет Сам смоль Чтобы пойти с ним И просто спать Там сидеть Хорошо Любимый Мы идем На боевик Но идем дальше На мелодраму Мне этого очень не хватало Чтобы для себя Что-то брать Есть три основных крючка Если вы, девчонки Запомните это Вы будете Каждым мужчиной В своей жизни Каждым Крутить Как вы захотите Первый Это комплименты Умеете ли вы Говорить комплименты Конечно Хорошо Такая заслуга Это получается Только я должна Ласково И критики Никакой нельзя Вообще Она бесполезна Мы же говорили Можно критику принимать Я считаю Что мужчина Даже не задумывается Над этим Критикует нас Взовший И поперек Задумайтесь о другом Когда вы начнете Любить себя И ценить себя И начнете Здраво относиться К мужчинам Тогда в вашей жизни Кардинально Поменяются мужчины Вокруг вас Кардинально Дайте возможность Мужчине о вас Позаботиться Второй крючок Просьба Совета И третий крючок Благодарность Ты попросила Что-то мужчину Помочь тебе Поблагодарила Похвалила Согласна? Да Согласна Мы сейчас пригласим Мужчину На котором Будем Пока Тренер Подопытный кролик Начнем мы Чайную церемонию Только на Востоке Мужчину до сих пор Ценят Как господина Каждому мужчине Хочется быть Господином Ваша задача Анжела Пригласить Как покорная Женщина Можете сложить Ручки вот так Можете Вот так Надо эти законы К нам ввести Временами Приятно было бы Вы ему проговорите Мой господин Приглашаю тебя Присаживайся Я вот себе представляю То есть Эти законы Вот восточные Привести к нам Захожу я в метро Все занято Мужик главный То есть Любая женщина Неважно какая Старая Молодая Сидит Побулька Она такая О мой господин Присаживайтесь Я постою Со своим Радикулитом Либо другая женщина О мой господин Ну Честно В нашем обществе Наверное бы Все таки Это не сработало Потому что Это как то Не по правилам У нас как бы Принято Больше наоборот Как то Все по другому Но это Немножко для меня Смешно Приглашаю тебя Призваживайтесь Пожалуйста На чайную церемонию А еще раз Мой господин Зову тебя Похоже на какие-то Беда с самими Добрый день Можно присесть Да? Да, пожалуйста Благодарю Он тоже чувак культурный Ваш сегодня выпала Прекраснейшая роль Побыть господином Пока достаточно Что за чашка такая Там все орбнуть один раз Не, ну может быть Там на востоке Так и пьют Нам нужно Такой пол-литровый Такой кухоль А не вот эта вот Минзюрочка Ну, чтобы 100 грамм Выпить Может быть подойдет Александр Какие ваши чувства Очень обычные И приятные Льстит Поднимает Если это не так То лучше признать Если скажите Что это не так Не, великолепно Только Я надеюсь У вас получится В следующий раз Более утонченно Все это делать Анжела Для вас Следующая наша задача Помыть Александру Ноги Че за такое Правило Ноги помыть Не, ребят Ну я понимаю Все, честно Но как-то Че-то Вот это вот Не до конца Входит в голову А зачем Ноги мыть Что это за Правило такое Интересное Готовы ли вы К этому А зачем Это Уложение А, но Ноги мыть Это уважение У нас 95% Разводов 95% Потому что Гордыня Очень сильная Потому что Не умеем мы Любить мужчину Хорошо Давайте Берешь тазик Ставишь И когда ты будешь Ставить тазик Ты проговоришь Мой господин Разреши Омыть Твои ноги Надо будет Женя включить Придет домой Скажу Ну давай Сделай мне приятно Помой мне ноги Будь как гейша Вот хочу Чтобы ты была Как гейша Потому что Это гей Это искусство Ну просто У вас менталитеты Разные С восточным искусством Пожалуйста Мне позвать тебе Помыть ноги Глаза Смотри А я куда Смотрю Почему я должна Быть актрисой А я не люблю Быть актрисой Потому что Каждая женщина Рождена Добра с этим даром Научись играть Настоящую женщину Но играть От души В общем-то Теперь я понял Смысл Хочешь, чтобы другие Менялись Меняйся и сама Откройся Посмотри ему В глаза Посмотри Искренне Господин Позволь мне Пожалуйста Помыть тебе ноги Хорошо Позволяю Умница Умничка И омываешь Просто Омываешь Посмотри ему В глаза Вот видите Это восхищение Отлично Заворачивайте Бережно И промакивайте И вот вложите В свои движения Вот Всю сексуальность Всю женщину Которая есть В вас Вложите Хорошие Приятные руки Вот Отлично Продолжение следует 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 Продолжение следует